В США впервые успешно провели пересадку пениса и мошонки. Я не могу дальше. Символы в Экмоскрипт 6. Градиенты в 2К18. Погнали в 2К18. Погнали. Первая тема. Пенис и мошонка. Тема, между прочим, кстати говоря, из тежурного. Это уже в принципе говорит о том, что это не шутки вам. Да, вы будете много смеяться, но это, знаешь, тема, она как сериал «Клиника». Она как сериал «Клиника». То есть ты вроде сначала смеешься, а потом грустно. Я не шучу абсолютно. И здесь пишут, что действительно сделали операцию, которая длилась 14 часов. Я не знаю, понадобится ли вообще эта информация нашим слушателям или нет, но мы решили ее включить просто потому, что жизненно. Вот жизненно. Жизнь, ты имеешь в виду. Рубрика «Жизнь» наша постоянно. Уже могут, понимаешь, да, в Штатах, ЖИЗА, могут спокойно за 14 часов взять хирурги из больницы Джонса Хопкинса. Не того Хопкинса, который Энтони Хопкинс. Это актер. И не того Хопкинса. А еще есть какие-то Хопкинсы? Еще, по-моему, какой-то джазмен есть. Вот подскажите в комментариях. Ну вот другого Джонса Хопкинса. Скорее всего, это какой-нибудь чувак такой крутой, медик, возможно. Вот из этой больницы пацаны смогли первую успешную операцию сделать. Полная трансплантация пениса и мошонки. То есть, это, представляешь, это скоро нас будут собирать как компьютер. Вот реально, вот как ты вставляешь там диск, там, ССДшник поставил, нормально, все. А тут пенис и мошонка, спокойно. Причем, знаешь... Можно будет хорошую от ВД купить. ВД Блэк, пенис. Нормально, да, да, да. И, допустим, или, знаешь, будет... Чувак не будет знать, какую ему ставят. Ему хреновую поставят. Он будет говорить, ну, чуваки, ну, переставьте меня нормально на ВДшник. Вот. А ему... Просто, на самом деле, вот... Я что-то сказать хотел, блин, дерьмо, шутку забыл. А ему русскую разработку поставят какую-нибудь от дяди Васи пенис, мошонку. Какая-нибудь, знаешь, вот. А ему он хочет американскую нормально. Значит, действительно, 14 часов подряд. Мужику делали. Но мужик, понимаешь, вот сейчас мы немножко в грустное уходим. Мужик реально того заслуживает, потому что это, между прочим, ветеран войны. Ну, это американец, ветеран, видимо, войны в Ираке и Афганистане, по-моему. По-моему, да, в Афганистане. Он подорвался на бомбе, реально, ему оторвало пол тела, считай. Я не шучу, да. Пол тела оторвало. И реально, короче, тут есть грустная записка, что он прям реально говорил, что, типа, я пытался, говорит, почувствовать себя, смотреть как на мужчину. Тут так и написано. Но теперь, говорит, я снова в порядке после того, как мы пришли, реально. И там, представляешь, чуваки берут вот прям вот с корнем, пришивают, представляешь, с пересадкой включала в себя кожу, мускулы, нервы, кости и сосуды. Как тебе такое? Причем, заметь, факт, есть такой факт, я не знаю, будет ли он тебе смешон хоть как-то, но врачи до сих пор не знают, сможет ли он мочиться. Сможет ли мочиться пациент. То есть, ну тут непонятно. То есть, это как, знаешь, опять же, мы, у нас все с тобой, опять же, аналогии с компьютером. То есть, ты не знаешь, будет ли вентилятор крутиться, например. Будет ли кнопка гореть, это как диод, или не будет. И также врачи, то есть, это для них первый такой опыт. Это как первый раз собираешь компьютер. Вот ты как первый раз собирал. Какое у тебя было волнение, вот реально. Мне кажется, ты как в ампирационной, тебе батя прям этим платочком, он тебе прям промакивал лобик, а ты говорил прям, батя, давай, отвертку. Я не знаю, что там. Зажим, блин. Зажим. Реально так было? Нет, во-первых, я хочу просто акцентировать внимание, ладно, мочиться. Я думаю, самого Хопкинс интересует, сможет ли он дрочиться. Я напоминаю, что этот больницу так называют Хопкинс, понимаешь? А чувака вообще по-другому, он остался анонимом. Да похрен. Когда Хопкинс регистрировал этот операцию. Скоро дойдет до того, что это самому Энтони Хопкинсу уже переделали. Как бы, актеру, как бы, ты понимаешь, мы с тобой немножко фейк-ньюс распространяем в первой теме. Просто это первое, на чем я бы хотел сакцентировать внимание. Второе, это то, что в США после рака Афганистана около 1300 получили травмы, бог быть с ним, гениталии. И треть из них связана с пенисом. Представляешь, каких две остальные и третьи, каких гениталий они получили? Травмы, если всего лишь треть связана с пенисом, во-первых. Во-вторых, здесь должен по Гриффинам показывать момент, в котором террористы, они целятся прямо снайперским в хрен. Потому что, как бы, ну, слишком как-то много, по-моему, травм, которые связаны с ними. Ну, согласен с тобой, потому что это как-то вызывает подозрения. Вызывает подозрения. Такой интерес. Я просто хочу нашим слушателям сказать, зрителям, что, когда мы только готовились, мы не знали, сможем ли мы вообще на этой теме смеяться или нет. Потому что, ну, как бы, она, в общем-то, грустненькая. Я же говорю, это как серия «Клиники». То есть здесь не надо ее воспринимать, знаешь, как полностью один большой, там, рофл, да, или одна большая драма. Это как бы жизнь, понимаешь? То есть вроде как бы и смешно, и грустно. А с другой стороны, чувак-то радуется, мне кажется, то, что он, ну, я не знаю, в каком сейчас состоянии, вот. Вот, но он как бы должен быть, ну, скорее всего, ну, как должен быть рад. Я имею в виду, что, скорее всего, это как-то светлое, это что-то светлое в его жизни, как мне кажется. Может быть, темное, в зависимости от донора тут как бы. В зависимости, опять же, сможет он мочиться или драчиться. Просто, во-первых, мошонку без семейников, чтобы ты понимал. Ну, то есть он не сможет, скорее всего, потомство. То есть пустую мошонку мы понизали, непонятно на хрен. Ну, просто, чтобы болталось что-то, видимо, и все. Блин, я не знаю, мне как-то самому не по себе становится, не знаю. Здесь, между прочим, есть в Твиттер видео приложено, как там соединяют, куда, чё. Если кому-то интересно, они как капитали шевают. Я не буду его включать, это нас опять забанит вообще весь подкаст, как в прошлый раз. Ну, согласен, лучше, да, лучше такое не включать, а то это опять какой-нибудь там дети пожалуются, что это у них видос, на самом деле, взяли, как в прошлый раз. Ладно, давай не будем долго рассусоливать эту тему, тема достаточно интересная. Если, короче, вам интересны еще такие темы, действительно, то есть если вы считаете, что прикольно было бы включать такие темы в подкаст, и в будущем, то пишите и оставляйте свои комментарии на eubesign.ru. Вот, кстати говоря, мы к этому и переходим. Вот плавно просто ворвались в тот раздел, в котором мы говорим, что вам делать. Вот мы, это классический раздел, в котором мы просто говорим, сделайте то-то, сделайте то-то, а вы делаете. И мы все вместе с вами получаем вот это удовольствие. Во-первых, хочется сразу сказать про SmartApe, правильно? Это наш официальный партнер полностью. Это просто, если бы мы были бы, допустим, хоккейной командой, у нас бы везде было бы написано SmartApe. Вот везде на форме, на всем, весь мерч, все было бы SmartApe. eubesign.ru.ru.smartape, я вам просто говорю ссылку эту, как обычно. Вы на нее заходите и по реферальной ссылке оплачиваете свой хостинг на год, на два года, на 10 лет, на 100 лет сразу туда. Потому что, ну, там настолько доступно. Мне кажется, можно сразу на всю жизнь платить SmartApe. Это, я просто, мне кажется, что только так и следует поступать. Я хотел твою метафору про футболистов. Потому что мы бы вот с голливудскими нашими улыбками в рекламе SmartApe снимались, у нас бы капельки пота так стекали. SmartApe, лучший, хороший хостинг-провайдер. Я бы сначала говорил, я выбираю SmartApe, потому что, типа, SmartApe, а потом меня показывают, и я такой, DigitalOcean, можно, пожалуйста? DigitalOcean организуйте, пожалуйста, на Рафаэль. Да, ваш это... На самом деле, конечно, eubesign.ru.smartape, никакие DigitalOcean вам уже не пригодятся, ребята. Вы сами знаете, что все забанено уже давно, кроме SmartApe. eubesign.ru.smartape. Никакого Амазона, никакого ничего, это вам не потребуется. Переходите по нашей реферальной ссылке, как я и сказал, eubesign.ru.smartape, и пользуйтесь нашими проверенными российскими технологиями. Дальше, Patreon. Patreon.com.au Предоставляю тебе сказать слово, чтобы разбавить, как бы, мою вот эту вот нелепую речь. Ну, что сказать? Знаешь, как по человеку, которому вот тост дали внезапно сказать, а вот давай Санька скажет. И он такой, ну, как бы... А он до этого по коленке Ленку гладил тут вправо, и тут встает, ему надо сказать что-то, понимаешь? Вот да, он встает, у него следы, так сказать, Ленки. На коленках! Вот так. И он такой, ну, что сказать? За здоровье молодых, да. И тут вот так же, за здоровье нас с тобой двоих молодых, которые являются бенефициарами этой Patreon-страницы. Это ты имеешь в виду, что мы на свадьбе с тобой стоим, и нам тост говорят? На Patreon свадьбе? Это в другом, да, да, на Patreon венчание, я бы так это даже назвал. Хотя на венчание пока не хватает, собственно, к чему мы вас и призываем. На чё и копим, это одна из целей, да, на Patreon.com, в случае веб-дизайн. Скрыто, ну, цель шестая, у нас сейчас там пять целей, вот будет шестая ещё. В общем, если вы нас хотите поддержать, то самый интерактивный, самый весёлый способ — это занести денег на Patreon. Потому что там есть куча наград, в том числе бесплатные стикеры, бесплатное участие в суперзакрытом чатике и даже бесплатное участие в нашем подкасте. То есть вот всё для вас на самом-то деле. И в чём суть Patreon? Я больше скажу, я больше скажу, я хочу ещё сказать, что и всякие удобные вещи, например, аудио, просто в точке MP3, прям вот дорога подкаста, выкладывается тоже там. Причём на сутки раньше. То есть это не пустой звук, это на самом деле полный звук. То есть это прям реально удобно, представляешь, ты задумал заранее послушать где-нибудь в чём-нибудь в дороге и так далее. Подкаст ещё не вышел, а тут он вышел. Ты быстренько себе скачал что-то где-то, как-то. Где-нибудь в чём-нибудь мне понравилось. Интересно. Уважаемые слушатели, напишите, в чём вы обычно слушаете наш подкаст. Что на вас надето в этот момент. И да, я просто хочу сказать, что... Да не помню, о чём я хочу сказать. В общем, заносительно. А, вспомнил. Почему именно Patreon? Потому что это игра. Это игра в догонялку. Сколько, каких патронов, в каких майках. Представляешь, есть вот майки 5-долларовые, 10-долларовые майки разных цветов. Есть даже 100-долларовая майка лидера уже у нас разыграна, так сказать. Охренеть. Я считаю, что эта вот игра, она должна продолжаться и захлёстывать. Когда ты один анонимно закидываешь деньги, об этом знаем только мы, это не так весело, потому что никто этого не видит. И ни у кого боевой дух не воспрянывает в этот момент. Такой типа, о-о-о, я буду следующим. Да, нас тут много. Мы друг друга поддерживаем. Вот этого всего нету. А на Патреоне это есть, поэтому это такое прям... Я больше скажу, это примерно платформа стала для нас уже каким-то таким вот реально, не знаю, какой-то опорой. Мы реально заходим, смотрим, чё там, как там. Ты каждый раз кидаешь, если новый патрон или чувак сменил там, знаешь, с 10 на 50 баксов, а такое бывает. А бывает из 50 на 100 меняют, между прочим. К сожалению, бывает из 10 на 2, поэтому вот. Кто-то с 10 на 2, но это пацаны, возможно, ну, Роскомнадзор у них там что-нибудь заблокировал. Мозг в основном. Ладно, шучу, конечно. Между прочим, сейчас 34 патрона в данный момент у нас. Вот. И мы хотим, чтобы вас было больше, потому что реально так намного интереснее. Вот намного интереснее. Просто появляется непреодолимое желание записывать подкасты, я тебе скажу. Прям знаешь, вот как... Когда вот макнул, потом обязательства какие-то есть. Вот нас вот... Вы в нас макнули, а обязательства у нас теперь появились. Загласьте, появляется действительно какой-то вот груз ответственности, который такой приятный. Приятный груз ответственности, потому что я смотрю на 304 доллара. Вот именно. Когда раньше мы собирались... Ну что, сегодня будем записывать? Ну не, может завтра, может вообще на этой неделе пропустим, что-то много... Вот теперь нету этих вопросов, вот этих разговорчиков в строю. Теперь мы уже опережаем друг друга. Ну что, когда? Ну что, давай уже, да? Ну давай, все, да, давай. Правда, все равно один хрен пишем в час ночи. Но как бы вот опережаем. Но это наш стиль, это наш стиль. Окей, patreon.com slash webdesign. И еще, сайт, регистрация, темы и донат. Это все в одном, и это все на eubesign.ru. Заходите, регистрируйтесь справа в сайтбаре. Там же есть ссылка на темы к будущему подкасту. Прям идете свеженькие, бодренькие, если еще не сделали. Предлагаете тему какую-нибудь классную на этой неделе. Этого от вас очень сильно требуется, потому что мы каждый раз, во-первых, берем в подкаст ваши самые интересные темы. Во-вторых, иногда реально нечего взять. Вот что? А тут какой-нибудь чувак предлагает классную тему, мы ее берем обязательно. Она, возможно, будет заглавная. Возможно, даже обложку сделаем в честь вашей темы. Потому что реально попадаются классные темы, которые вы предлагаете. Поэтому eubesign.ru, ну eubesign.ru slash donate, это вы сами знаете, стандартный способ, чтобы просто занести бабла по-тихому, без патреона. Если вам вдруг действительно никак вот не лезет этот патреон сраный, то eubesign.ru slash donate. Да, если вдруг у вас только биткоины или вебмани, то там есть для вас способы. Да, есть способы. Но можете заказывать рекламу, это уже для более таких продвинутых пользователей. Для продвинутых пользователей жизни, я бы сказал. Они уже научились зарабатывать деньги и просто хотят как бы продвинуться дальше, больше. Поэтому пишут на work.eubesign.ru. Пишут туда, договариваются с нами про рекламу. Мы говорим в подкасте, в паблике, хоть где. Даже, возможно, даже каким-то образом в Телеграме, о котором пойдет дальше речь. В смысле каким-то? У нас это уже второй, если не первый по популярности, платформа для размещения. Канал вещания, да. Так вот, Телеграм. Можете на eubesign.ru slash about зайти и посмотреть ссылки, и перейти по ним даже, не то что посмотреть. Канал и в группу в Телеграме. Там все есть. Новости проекта. Чат проекта, где пацаны там, между прочим, обсуждают очень интересные темы. Возможно, даже девушки китают свои фотографии. Невозможно. А я сегодня лицезрел эти фотографии. И я вам скажу, вы многое теряете, если все еще не зашли. Вот. Ну и последнее, что я скажу, это стикеры. Стикеры в ВК. vk.com slash eubesign. Все еще у нас матрас есть, на котором мы спим. Прямо реально вот спим на матрасе. Представляешь? Заказать стикер, на котором вот ты жопой лежал. Как-то нормально тем? Я чувствую, у нас не останется матраса после твоего анонса сегодняшнего. Согласен. Поэтому стикеры на vk.com slash eubesign заказывайте обязательно. Мы с вами свяжемся, отправим стикеры. Ваш адрес останется анонимным, если вы вдруг боитесь. Или, знаешь, можете на конспиративную хату к бате, к бабушке заказать, чтобы она наклеила на банку огурцов себе. Все. Идем. Дизайн, наконец-то. А то, как обычно, скажут, а не вы, там можно поменьше блок про вот эти вот все, вот это все. А это полезная информация, между прочим, для вас была сейчас. И для нас. Вот именно. Именно так мы ее называем между собой. И, возможно, для нас она даже полезнее, чем для вас, чтобы не забыть вообще, кто мы и что мы. Короче, первая тема из дизайна у нас на прототайпере. И ее автор у нас Эркан Кетри какой-то. Какой-то. Он сейчас, представляешь, он нас слушает, и у него ек, ну а сейчас какой-то. Почему ты, знаешь, с этим, созвучно с чашечкой Петри. Да, еще он похож на капитана команды КВН станции спортивной, если помнишь, был там такой чувак. На Кожому? Да, на Диму. Вот, похож. Интересно, где он сейчас? По-любому какой-нибудь редактор уже там, шеф-редактор ТНТ. Он же сказал, что он в Эркан Акерте переименовался и пишет прототайпере.io. В чашечку Петри переименовался. Очень смешная, очень классная картинка, вот этот вот небоскреб. И на самом деле... А где здесь нахрен градиенты, интересно? Что еще раз? Где здесь градиенты? Мы же про градиенты будем говорить. Ну, небо здесь градиент. Из зеленого в другой зеленый. А мне это зеленым кажется. Из голубого в другой голубой. А мне кажется, вот из темно-красного в красное здание переходит. Ну, вот видишь, здесь стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. Здесь всего два варианта. Градиент либо на здании, либо не на здании. Вот кто где увидел. Это смотри, это вот я, видишь, я безграничный. Поэтому для меня небо явилось. А ты вот в рамках. Ты если будешь играть в час ночи, ты еще более безграничный знаешь. Ты скажешь. Ой, да. Короче говоря, чуваки, нам Эркан достаточно очевидные вещи говорит в очередной тысячный раз. Но мы не устаем их повторять. Во-первых, потому что повторение — это мать учения. Во-вторых, потому что градиенты — это классно. А в-третьих, мне эта статья просто картинками как минимум понравилась. Я посчитал необходимым вам тоже сказать про нее. Вообще, мы что здесь делаем? Мы же вот не просто зачитываем статьи. Мы говорим о том, что она в душу запала. Потому что статьи вы и без нас можете читать. Представляешь, у нас просто будет такой дайджест, в который сами же чуваки будут накидывать темки. А мы будем всего лишь говорить. Вот на эту неделю нам 13 темок накидали. Идите и прочитайте. Все, конец. Да, и прочитайте статью вот эту, Эркана, Хринана. И про мошонку не забудьте. И все, сворачивайся. Patreon.com. Вот да. А мы говорим о том, что нам запало в душе. И здесь сам текст говно, а вот картинки классные. Как, собственно, и весь контент, с которым я ознакомливаюсь. Ну, кожом он не умеет пока писать. Вот да. Он вроде как бы должен быть автором уже, там, редактором. Но что-то как-то нет. Либо он на этой статье просто отдохнул. Хотя, между прочим, тысяча хлопочков у него здесь есть. И, блин, твою мать. Случайно нажал на хлопочек. Ну, один-то ему отдай все-таки за картинки. Да, согласен. Я ему все 50 бы отдал. Просто я был не залогинен изначально. И я думал, сейчас будет всплывать залогиньте. Но нет, не всплыло я на самом деле уже залогинен. Почему-то не защиту. Ладно, насрать. В общем, он нам рассказывает о том, что градиенты, эта штука сама по себе не нова. И, говорит, вот часто мы раньше использовали градиенты в скеломорфизме. То есть, допустим, есть виниловая пластинка или там кожа на кошельке. И мы ее градиентом сделали. Таким именно не абстрактным градиентом, а вот на полном серьезе переход там из темной кожи в светлую. Просто потому, что он в реальности так сделан. Там на него так тень падает. Вот, говорит, вот эти скеломорфные градиенты заберите себе. Мне, говорит, нравится, что у нас нынче минимализм. И все вот это вот такое, так скажем, легкое и воздушное. Поэтому градиенты теперь тоже должны быть легкими и воздушными. Потому что, говорит, вообще-то дизайн, это вот, ну, вот это очередное, то, что мы тоже любили здесь повторять еще года два назад. Дизайн-то не то, как вещь выглядит, это то, как она работает. И это, кстати, собственно, Стив Джобс сказал. Это мы повторяли не потому, что это бомж Васи где-то там на заборе мочой написал, а это все-таки Стив Джобс был. Вот так. И здесь он нам говорит о том, что когда мы градиент строим на том, как он выглядит, а не на том, так сказать, как он работает, хотя, казалось бы, как может работать градиент, но об этом чуть позже. А то это уже провал. То есть если мы только лишь на его внешний вид смотрим, то нет. Здесь он потом идет от обратного. Вот, говорит, есть сплошные цвета, solid colors, которые вот не градиенты, а именно вот только цвета. И, говорит, мало на самом деле. То есть даже если вдруг мы по цветовому колесу пойдем, то 36, говорит, вот таких базовых цветов, откуда он их взял, хрен его знает. Ну, он, говорит, вот обычно 12 есть. Если сделать каждого из них светлый и темный, то уже 36. Почему обычно 12? Ну, похрену, видимо, он что-то знает, что-то понял. А если, говорит, из этих всех сделать градиент между каждым из них, то есть соответствующей парой, а то уже 630. Поэтому, говорит, градиентов их великое множество, примерно как у Диснея. Место, где он берет идеи, там их великое множество. Вот. И он говорит, что градиенты, вот те, которые мягонькие и хорошие, они все из природы, но мы это тоже уже тысячу раз говорили. И поэтому они нам показывают не вот из вещей, которые человек сделал, типа, опять же, кожаных кошельков, там, циферблатов и так далее, а они в природе просто там. Небо, трава, там, лучик солнца, вода и прочие такие штуки. Огонь. Огонь же тоже градиент, он не из сплошных цветов состоит. Так вот, все эти штуки, они как раз нам на эмоциональном и организменном уровне передают то, как вещь работает. То есть, если это такой нежный зеленый градиент, эта трава вот колышется, мы прямо это сразу чувствуем, нам прямо хорошо и умиротворяет, и спокойно. Если это огонь, то он тоже нас умиротворяет, но, опять же, концентрирует внимание и так далее. То есть, вот, именно поэтому там красно-оранжевый градиент, он действительно концентрирует, привлекает внимание, но, в общем-то, в целом, не это, сильно не бесит. Хотя, смотря какие цвета, конечно, использовать, но да. Ну, и тут он начинает использовать разные примеры. Вот, например, mixpanel.com говорит о том, что вот вроде из синего в зеленый, там, да, в светло-синий. И, говорит, вот начинаются сразу вопросы. Интересно, какая это? Какой это цвет? Вау. А, возможно, эта тень вот так легла. И вообще, и каждый, говорит, человек, он уникально получает ощущение того, как эти цвета переливаются. А, собственно, как раз о том сайт, mixpanel, что он собирает аналитику с людей, и, ну, здесь можно у них, видимо, заказывать. То есть, можно заказать, мне вот аналитику, там, по такому-то срезу, там, такого-то, не знаю, покупателей, там, зеленой капусты. Есть такая капуста? Брокколи, брокколи, зеленая капуста. Ну, здесь вся капуста почти зеленая, кроме морской. Морская тоже зеленая. Ну, то есть, она такая темно-зелено-коричневая. То есть, в зависимости, в каком уксусе, я, конечно, замариновать перед этим. Вот. И вот видишь, здесь градиент, он нам многогранный. Он нам показывал о том, что есть и многогранность аналитики. Но это я, на самом деле, уже за уши притянул. Ему просто кажется, что если использовать такие градиенты, то глазу будет очень приятно, и ты сразу будешь чувствовать полностью вот на организменном уровне те эмоции, которые нам передают. Здесь, кстати, вот эта картинка с каньонами, это обойка из нашего прошлого подкаста. Собственно, я ее именно отсюда и взял, потому что я эту темку еще неделю назад видел, но я ее схоронил на будущее, потому что в прошлую верстку она почему-то не вписалась, а в этот раз вот вполне себе чувствует себя нормально. Поэтому. Тебе понравились вот просто вот эти каньоны? Ну да. Вообще как-то я настолько прям как-то потусторонний, как будто это на Марсе где-то, во-первых, происходит. Там Тесла где-то пролетать сейчас должна вместе с маской и его диваном. Ну и просто тут какое-то, знаешь, утро, видимо, суперраннее утро, когда еще и туманный градиент, и солнышко уже встает, уже чуть-чуть осветило. А некоторые... И солнышко не светит, пьяненько. Вот, да. И вообще, говорит, кажется, что градиенты в интерфейсе запульнуть легко, именно запульнуть. Но, говорит, нет, вот если начать просто их везде сувать, то ничего хорошего из этого не выйдет, собственно, как и в жизни. Если везде начать сувать, то нет. Поэтому, говорит, вы смотрите, как в реальной жизни тень падает, и вы видите только серый градиент, если это вечер и ночь. Не надо много цветов использовать. Используйте один-два, которые еще друг друга при этом дополняют. Иногда используются не линейные градиенты, а радиальные. Если там, опять же, на какой-нибудь верхушку солнце больше светит, то от нее по концентрическим кругам во все стороны начинают цвета переливаться. То есть не полностью это линейно, а вот с какой-то вершиной и так далее. Поэтому думайте. Подожди, то есть просто вот вся мысль чувака в том, что, короче, градиенты в 2К18 юзать все еще не зазорно, понимаешь? Уже давно. А наоборот, даже еще и нужно, и это классно. Наоборот, это как бы жиза. Это жиза, опять же. То есть ты, блин, видишь травку, если ты понимаешь, о чем. Ты видишь небо и так далее. И это реально, почему бы ты не использовал в дизайне? Настолько же природно. То есть человек, который будет смотреть на ваш дизайн, для него будет легче воспринимать, мне кажется, инфу, которая такая, типа, природная. Конечно. И оно будет классно выглядеть. Мозговых ресурсов, да, не будет просто тратиться, так сказать, на расшифровку того, что он видит, и он будет чистейший контент просто внутривенно сразу получать, и нормально ему будет. Да, да. Вот, опять же, а к вопросу о том, что зацепило, вот картинки классные, потому что вот сам месседж, он просто... Ну, между прочим, у чувака подписано, что он чейнджмейкер, понимаешь? Он чейнджмейкер. Ну, слушай, он вот даже нам в подкасте уже тут изменил кое-что. Обойку в тот раз привнес своими примерами. Кстати, да. Поэтому в натуре чейнджмейкер. Во-первых, он сам изменился с кожома в ЭРК на Керте. Зачейнджился. Градиентно так перевел. Он как бы такой градиент между кожомой и не знаю, чем еще и кем. Да, и чашечкой Петри все брать. Вот что-то среднее. Так это в чашечке Петри и мои градиенте. Ладно, все, поэтому уже это в Сауспарк пошел. Короче, следующая тема. Здесь бы пацанам, на самом деле, градиенты использовать. Нам предлагают ее Юрий Хит. Вот Юрий Хит. С таким именем, мне кажется, нужно записывать какие-нибудь альбомы. Шлягер. Подслушать песен, да? Юрий, 20 лучших хитов от Юрия Хита. Все нихрена себе, все такие классные. Короче, говорит, блин, пацаны, нашел сайт дизайн-студии, и это просто досвидос, пишет он в кавычках. И кидает сайт студии webk.ru. Webk.ru. Я перехожу на webk.ru. Вот, webk.ru. Вот прям не шучу. Захожу на него. Во-первых, нет из CTPS-а у дизайн-студии. Но это полбеды. Я захожу, и здесь, ну, сайт, который впечатляет. Я объясню, почему. Потому что раньше, вот когда-то давно, ты по-любому тоже застал, было классно делать такие, допустим, особенно если это какие-нибудь сайты по каким-нибудь вселенным. Или сайты по какой-нибудь игре, где все сделано картинками. Ну, нет, что далеко ходить. По Варкрафту все еще такие сайты, где все картинками сделано, да? Даже официальный сайт Варкрафта. Ну, сейчас он более хай-течный. Но недавно он был просто вот одна картиночка, да? И в ней ссылочки там внутри. Вот. Но раньше были еще раньше, давно совсем, какие-нибудь сайты по вселенной Властелина Колец. И там каждая картиночка, это там мечик, там башка орка, там еще что-нибудь. И это все картиночками сделано, да? Как бы нажимаешь на картиночку, переходишь по ссылке. И вот здесь, в вебк.ру, они как бы играют на этом, я скажу так. Делают картиночки, делают какие-то анимации простейшие, прикольненькие. И все это выглядит в ретро-стиле, такой ретро-неофутуризм, я буду это называть так. Действительно, просто смотришь на это, и полное ретро. Полное. Пацаны, ну, сверстанно так качественно, пацаны потрудились, или девочки. Мне, к сожалению, пришлось сделать немножечко команд-минус, чтобы у меня все вошло, потому что иначе горизонтальный скролл был. А, у меня, кстати, не было, но это окей. Ну, у тебя 1366, у меня-то 1200 по ширине на буке, поэтому такая вот хрень. У меня этот, как его? У меня, сейчас я тебе скажу, у меня же Моник-то обычный, у меня же Моник обычный, у меня же тысяча... Понимаешь? И, значит, я смотрю в Full HD абсолютно, и у меня вебк отлично выглядит. Вот прям лучший сайт. Он, понимаешь, он такой, как сказать-то, как это по-русски, он как бы своеобразный. Он такой, знаешь... Вот захотели так сделать, во-первых, нарисовали много всего. Нарисовали каких-то женщин олдскульных, практически пинаповых, но в шубях. Нарисовали какие-то фонари, какое-то что-то сделано все. И вот если ты обратишь внимание, у них есть портфолио, если ты вниз проскроешь, охота... У них еще все в стиле охоты, у них какой-то прикол. Видимо, раньше это чувак был охотник, или все еще охотник, который главный в этой студии. Лид, тим Лид охотник. И у них здесь все про это, собаки какие-то. Да, за хантера, возможно, тащит, да. И вот охота на сайт, охота на сайт в портфолио. И здесь много-много, видишь, картиточек маленьких. И это все ссылки, между прочим. Это все ссылки. Просто у них достаточно много, я так понимаю, работ. И у них действительно заказывают, но ты, пожалуйста, перейди именно в портфолио. Именно в портфолио. Нажми на название портфолио, на имя портфолио. Я перешел. Перейдешь на webk.ru. Бесплатная реклама абсолютно делаем. Опять, это будет так же, как с дизайном студии Сокол. Web студия Сокол так же будет абсолютно, только webk.ru. Короче, у них, между прочим, в портфолио, здесь знаешь, что есть? Здесь есть не только сайты. Ссылки на сайты, что они делают. Они делают все. Они вообще, я удивился, но они делают даже оформление групп в социальных сетях. Ты посмотри, какой там киберпанк, если ты просто кроешь вниз. Я вижу, да. Там просто киберпанк. Я не попустил этого слова. Ты зайдешь, и там действительно для паблик киберпанка в ВК. Вот. Но мне знаешь, что понравилось из этого всего? Мне понравилось, что они делают сайты сами себе. Это было круто. Они сделали сайт. Короче, блин, как бы это сейчас найти-то? Короче, я выходил на этот сайт. Именно выходил. Здесь вот не больше, не меньше выходил на этот сайт. У тебя выходы, что ли, на них есть через человечки? А, вот смотреть все сайты. Смотреть все сайты. Нажми там в портфолио. Жму. Там есть, короче, ссылка, смотреть все сайты. И у них, ты посмотри, вы просто можете наблюдать. Они делают все в своем аутентичном вот этом вот ретро-стиле. И если ты проскролишь, ты посмотри, как, во-первых, внизу сайт грузоперевозчика выглядит. Это же просто, это же игра уже, мать твою. Это же уже этот, как его, где на байке надо ехать. Как он называется-то, блин? Игра, где за байкера ты играешь. Квест такой типа. Слушай, я не понимаю. О чем-то. Вылетел из груза. Я не понимаю, о чем-то. Ладно, сайт бара ты посмотри. Ты просто посмотри на скрины, даже не переходи, я просто на скрины посмотри. Сайт интернет-магазина ты посмотри. Там практически хот-роды нарисованы. Даже все от руки рисуется сначала, а потом фотошоп. Я вот одного не понимаю. Эти сайты, это реально существующие организации или они типа для портфолио себе сделаны? Ну, сейчас смешнее я тебе скажу, что. Сайт бухгалтерской службы. Зайди. Подожди, я сейчас перехожу на sibuska.ru, а это именно этот бар. И походу реально этот бар существует. Да, то есть реально бар. Ну, возможно, это все один владелец, как говорится. Ну, в принципе, да. Но, знаешь, вебк, у вебка заказывают. И вот зайди, пожалуйста, на сайт бухгалтерской службы. Сейчас, сейчас захожу. И это, понимаешь, официальный сайт бухгалтерской службы компании вебк. То есть самой компании вебк, у них еще есть бухгалтерская служба. Стряпчи.ру, это стряпчи. Ну, типа они там стряпают, понимаешь? Тут еще везде юмор. И ты, если перейдешь, тут есть тетенька-бухгалтер, которая изображена. Посмотрит на стряпчи.ру. И к ней как бы пришел чувак в красных носках. А, это туфли, извини. Вот, к ней пришел чувак. И он как бы действительно, вот его негодует. Почему так много денег проходит через стряпчи.ру. И вот для себя они сделали реально сайт. Сами для себя делают, для своей бухгалтерской службы. То есть, возможно, скоро у них появится сайт для их техничек, уборщиц. И там тоже будет все вот в таком ретро-футуризме нео. Я не забываю это имя. Нео. Вот. Как тебе вообще? Какое у тебя впечатление? У тебя есть какие-то негативные эмоции? Или позитивные эмоции? Просто поделись с нами. Ни одной негативной. У меня есть ровно две ассоциации. Куча позитивных. Давай. В раме биошока что-то есть у тебя? Слушай, биошок даже не всплыл. Вот тогда теперь три. Во-первых, во-первых, у них на всех страницах есть вот этот вот, как сказать-то это, забыл. Водопровод, вот. Водопровод из ссылок в соцсетях. Да, есть. И там то твиттер покрутится, то скайп покрутится. ВК есть. Даже инстаграм. Инстаграм везде он в форме олдскульного фотоаппарата такого со вспышкой сделан. И там у него во вспышке буковки инст. То есть у них даже есть инстаграм. Я сейчас туда перейду. Посмотрим просто. Кроме этого, вот я сейчас на портфолио нахожусь. Портфолио сайти. Сайти. Так, так, так. У них там часики есть слева сверху. И там московское время. Валерий или какие часики? Да, тик-так. Именно просто они московское время сейчас показывают. Десять минут, соответственно, двенадцатого по Москве сейчас. У меня, кстати... Ну, я не удивлюсь и виджету погоды на таких сайтах. Ну, кстати, я видел у них Яндекс.Метрика. Информер. О том, что типа... У них Рамблер топ-100. Вот да, это тоже еще один информер. Причем на портфолио сайти почему-то их нет. Как куда-то подевались они. На главной были, я видел. В общем, это первое. Второе. У меня с Петькой Васильевнычем и квестами вот тех времен, начала двухтысячных, Штирлец, Петька Васильевныч. Что там еще было в те времена? Вот именно братья-пилоты. Русские. Ты сейчас должен оговориться и сказать какая-нибудь РНДУ с незнакомкой. РНДУ с незнакомкой два. УЛО 3D, да. Вот это все. Ну, согласен. Да, вот из того времени примерно. И оно вот прям... И в тот момент оно было красиво и классно нарисовано. То есть здесь... Ну, то есть ты подожди. Ты хочешь сказать, что в наш момент уже не красиво и не классно? Нет, чего-то Ведьмак 3. Ну, по крайней мере, квесты я имею в виду. Дай, Господи, я сейчас не играю просто в квесты. Мне напомнили вот те квесты. Оно вкусно. И еще мне это напомнило роман Ильфа и Петрова. Соответственно, «Двенадцать стульев», «Золотой теленок». Настроение какое-то подобное ЕЖ передают, какой-то вот этой дореволюционной России. Да и сайт такой достаточно дореволюционный. Там же события в дореволюционной России происходят. Мне кажется, там период НЭПа непосредственно. То есть уже после революционной России. Закончилось и началось что-то какое-то установление. Я не помню. Это сейчас прям мне стыдно. Искренне стыдно. Я очень люблю эти книги. Я их читал по два раза. Но какого-то хрена я забыл в революционной России. Ну, это я тебе, мне кажется, могу прям побожиться, что это там именно период НЭПа. И там, когда НЭПманы и вот это все говно, и все мутили мутки. Это прям вот оно. Но напишите, если мы с тобой невежды, напишите в комментариях обязательно. Вот эти фанаты Ильфа и Петрова, пусть они всплывут сейчас. Да, они причем должны с присказкой еще сейчас что-нибудь сказать. Они, Никита, не знали, что там вот такое-то говно-то. Что в стуле на самом деле было webk.ru. Короче, знаешь, что еще хочу сказать? Единственное, что вебку не хватает. Вот они бы покорили мое сердце полностью, максимально, если бы у них была мобильная версия сайта. Я постоянно на это упираю. И если бы еще в таком стиле... Вот заходишь с телефона своего iPhone X, iPhone X, заходишь, да? И у тебя на твоем вот этом космолете открывается вот этот вот нео-ретро-футуризм, мать его, то ты просто погружаешься, мне кажется, в трубы прям, плывешь по ним. Это же прям было бы шикарно. Но, к сожалению, мобильной версии нет. И вот это, конечно, это минус единственный. Ну, слушай, ты был прав. Во-первых, да, мобильная версия действительно здесь необходима. Но я просто как вычислил, когда события были, напрямую на запросы, когда были, я не получил ответ. А вот герой Остап Бендер, дата рождения, либо 97-й, либо 900-й год. И активный возраст, когда, собственно, про него писали, был 27-33 года. То есть, да, действительно, это вот конец 20-х, начало 30-х годов 20-го века. Соответственно, тот самый период, о котором ты говоришь. Все, историческая справка получена. В принципе, закрываем вебк и идем на следующий сайт. Спасибо Юрию Хиту. Он действительно хит предложил. Подожди, последнее. Я в их Инстаграм-то все-таки зашел. Ну, там, к сожалению, я тоже заходил. К сожалению, там ничего такого прикольного. Ведут, конечно, ведут. Нет, во-первых, ну а что, там Инстаграм, он не дает сильно прикольно делать. Ну, сторисов у них нет никаких сейчас актуальных. У них там просто все их, так сказать, работники указаны. Ну, они могли бы их в натуральную величину сфотографировать. В реал-размере, только в пинапе. Девушек, бухгалтер, шо, деть? Или раздеть? Видимо, да, видимо, как-то у них это накладно для них. Хотя, если они нас слушают... Погоди, или бухгалтерку, как правильно, я просто не знаю. Это уже к нашим людям с розовыми волосами надо обратиться, которые нас слушают. То есть к Петру, Павлу и Грише. К Юрию Хитушу, может быть. Хотя он-то, наверное, лысый почему-то и в татуировках не представляет. Ладно. Короче, спасибо большое, на самом деле, за новость. Классно, классно. Мы поржали. Ещё одна тема в дизайне у нас есть. Расскажешь нам. Ты знаешь, мы как будто с тобой не договорились, кто какие темы заранее... А давай ты расскажешь. Слушай, давай. Я хочу, я хочу, как будто у нас спонтанно мы с тобой такие собрались, такие... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Первое — это эксперименты от Google, подбор палитры по фото. И, естественно, зацепивая тем, что эксперименты рифуются с экскрементами. Всё, иначе бы мы эту тему даже не рассмотрели. Я сейчас сделаю тебе расшаривание экрана, просто потому что я здесь буду фоточку добавлять, и это нужно. Так, что-то демонстрация экрана я делаю. Ну-ка давай, в прямом эфире учишься, сейчас всё вылетит. Да не вылетит, мы же уже пробовали. Видишь экран? Вижу. Экскременты от Google, видишь? Вижу. Ну, есть небольшое latency, но я привыкаю к ней. С учётом того, что мы с тобой разговариваем, и я и то понимаю, что есть latency, потому что я начинаю говорить, а ты ещё не слышишь, что я начал говорить, и сбиваешься на середине, поэтому у нас в любом случае небольшая вакханалия. Причём самое смешное, что потом, когда я это свожу, и ты-то мне присылаешь свою дорогу, записанную в реалтайме, то там можно так пододвинуть, чтобы было нормально, но как бы... Ну зачем? Да, просто смысл потеряется. Тут же видно, что я сбиваюсь, и ты сбиваешься, а если это будет с пустотой, то это просто смешно. Так вот, sayhi.me, вот такой вот ресурс, и на самом деле мы с тобой ещё в незапамятные времена с ними сотрудничали, репостились. Мы репостились в ВК с рехаечами. Во-во-во, я уже забыл, как это бывает. Они всё ещё существуют, как и мы, давно здесь сидят, и у них даже какие-то тут баннеры есть, я не буду их вслух произносить. У них есть ссылка читать нас в Телеграм, ну то есть их, к сожалению, не нас. И они-то не знают, видимо, ещё, что его заблокировали. Ладно, об этом мы ещё сегодня скажем. Они говорят о том, что у них есть такая платформа, не у них, а у Google. Experiments with Google. И там другие разработчики могут сказать, слушай, Google, окей, Google, у нас есть суперпроект, захостите его у себя в экспериментах, расскажите о нашем проекте миру. Вдруг миру будет интересно. О наших экспериментах? Так. Вот, и один из таких, это ArtPlat, то есть художественная палитра. Это такой мой вольный перевод от Александра. Simon Dory и Etienne Fier, вот такие двое французов. Какие-то крутые пацаны. Возможно, это пара даже, да. Они разработали... Так. Они разработали... Ну это тогда для нас точно. Вот именно, я именно поэтому и сакцентировал. Они разработали такой проект, который по загруженной фотографии, по ее цветовой гамме определяет, какие еще произведения искусства созданы в этой же цветовой гамме. То есть не просто картинки с котиками и сиськами, а именно произведения искусства. Так. И... Ну здесь у них есть небольшой видос-презентация. Ребята из Say Hi, они... Ну, во-первых, сначала закинули здесь Ван Гога. Это чуть ли не автопортрет. Вот этот усатый чувак рыжий. Это, по-моему, он сам себя нарисовал. Если... Да, усатый чувак. Вот. И... Ну там, видишь, другие вырезки, всякие картины и так далее показывают, что, типа, такие же релевантные. Потом они свой логотип тут загрузили. И... И там всякая говнишка какая-то получилась у них. Какие-то... Почему это? ...парусы, как у Лермонтова практически. Какие-то полотенца с крестом. Что это такое? Мне кажется, у них как-то прикольно получилось. То есть какие-то легкие картиночки, какие-то такие акварельные. Ну, с градиентами, о которых мы уже говорили. Пастельных тонов практически. Да-да-да. Пастельных. Да. Пастельных, да, как мы любим здесь говорить. И вот я почему тебе экран-то расшариваю. Не потому, что ты дурак и сам не можешь эту статью из открыть. Чтобы ты наши экскременты сделал. Да, конечно, конечно. Чтобы я не скидывал тебе джипешку перед этим. И говорил тоже залей и посмотри. В прямом эфире я сейчас удивлюсь, да? А ты уже удивлялся? Я уже удивлялся, да. Я уже заготовил джипешку. И что, там хоть один экскремент будет? Потому что у нас, мне кажется, все экскременты должны быть. Слушай, там есть смешное. Во-первых, здесь есть интрошечка. Твою мать. Она лагает. Ой, она лагает как-то вообще. У меня. А у тебя как плавка? У меня она не сильно лагает. Нормально. Падла. Меня вот эта вот штука бесит. Черная. Где-то тебя показывает. Вашу маму и тут и там показывает. Мне больше всего нравится, что падла. Это Юи Хит так должен говорить. Мне кажется, у себя на новом альбоме. У него так песня называют. Ладно, я скипнул интро. From an image. Во-первых, здесь есть кнопка surprise me. Он просто случайное произведение искусства нам показывает. И показывает релевантные к нему. Вот картина Сын Себастьян. И вот на нее похожи какие-то всякие вот китайские, японские картины. В тех же тонах были. Плюс вот что-то есть из христианская. Christ on the cross. Ну и здесь он еще и сами цвета снизу подписывает. Если мы посмотрим Search Blatt. А, ну он то же самое обновит. More details. Если мы посмотрим, то здесь про каждую картинку, конечно, чуть-чуть написано. Кто это, что это. Германия, 15 век. Владелец коллекции National Gallery of Art, Washington, D.C. Откуда у них немецкая, даже непонятно. Есть внешняя ссылка, где посмотреть. То есть это проиндексированная, так сказать, какая-то библиотека. Так. Так, ладно, закрываем эту штуку. И From an Image можно загрузить. Ты сейчас знаешь, я не знаю, какой прикол вспомнил, что ты сейчас вот так делал. Я вспомнил прикол, что, типа, знаешь, когда приходишь... Очень старый прикол, то ли из КВНа, то ли из Comedy Club, опять же. Только такое помним. Короче, типа, знаешь... Или это, знаешь, что-то, типа, из какого-то фильма с Батрудиновым и Харламом. Ну, вообще, короче, это Света Старышак. И там тема про то, что, типа, приходит чувак, типа, ну, с родителями девушки знакомиться. Там какой-то диалог завязывается. И там, типа, а сколько, типа, зарабатывает, типа, вот твой парень? И ты, и он говорит, непонятно, ну, что, миллионов долларов. Мы сейчас должны именно пиво нажраться, просто вспоминать до слез это, ржать, платочка в лоб вытирать, потому что... Ты уже вытираешься. Ну, давай, продолжай, ладно. Я мог бы сейчас камеру включить, но у меня сейчас торс голый. Возможно, нас забанят на Ютьюбе сразу за такое. Ну, дети забанят опять, как обычно. Поэтому я сделаю Uploading Image, и у меня на рабочем столе есть sanya.jpg. А, такого мы задавали. Я думал, наш логотип. Ну, давай. Логотип — это будет второе. Начать хочется всё-таки с сания. Здесь можно передвигать вот эти кругляшки. Так, поставь, пожалуйста, на берет красненький тётенький или дяденька. Потому что, ну, я думаю, да, розовый. Ой-ой-ой, хорошо. Пусть это будет один из основных цветов. Ну, слушай, давай тогда я на Сбербанк один поставлю. Это тоже вообще-то один из основных. Ну, это сейчас вообще основной. Ну, на здание, может, на розовенькое ещё. На шарф, кстати. Да тут здание из шарфа, они примерно одного цвета. Ладно, давай так, нормально. View artworks for this plat. Я, естественно, я именно с этим зданием сфотографировался в этом шарфе. И здесь вот кролик есть запечённый с тетеревами. Есть что-то экспериментальное. Какая-то чёрная девочка в красном платье с петухами. Блин, там какое-то граффити есть классно. О, там есть девушка с сиськами слева. Это тобой. Awakening. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Здесь, да, очень много граффити. Очень много граффити. Смотри, я персонаж граффити. Причём граффити с названием Untitled. Без имени. Без имени. Блин, ну поскроили ещё вниз чуть-чуть. Да, чё-нибудь. Опять есть библейские мотивы. Библейские мотивы и граффити. О, петух есть. Вот это похоже. Очень много петухов, действительно. Даже вот там, где девочка, там и то петухи какие-то. Ну-ка, сейчас чё ещё? Так, опять библейский мотив, опять девочка. В платье. Девочки и петухи. Как так-то, а? О, вот тут есть голые какие-то. Флажелата of Christ. А, дерьмо. Это страсти Христовы. Флажелата. Как красиво, а? Но здесь какие-то уже классические. Опять баба. Да. Классические картины. Ну, согласен. Здесь уже... Но цветовая гамма действительно примерно та. На самом деле, чем дальше мы отдаляемся, тем менее та цветовая гамма. Если я сейчас буду много скроллить, там уже синее всё пойдёт. Но тем не менее. Ну, такое, знаешь, это как будто... Как она цветовая... Ну, это всё из-за берета, конечно же, я думаю. Он добавляет. Ну да, если, кстати, сейчас вот change plaid сделать и вернуть, вот как он сейчас нам выбирает, без Сбербанка и без берета, то будет, конечно, всё более скучно. Просто лошади китайцы. Скульптуры просто какие-то. Ну, бабушка всё-таки дала своим беретам нормально. Вот никто не знал, а вон что она сделала. Есть какой-то червяч-нящный джим. Какой-то вот кто-то спит голяком вот так на нарах просто. Вот, вот эти вот люди друг на друге. Вот это уже больше наркомания. Ну, есть, yes. Вот, я же хотел именно вот это показать. Это смешно. Просто бомж на фоне граффити. Вот она, на самом деле, моё второе я. Достаточно стильно, кстати, мужчина одет, я скажу. Представляешь, вот берет убрал, и сразу стильные мужчины, получается, как-то здесь. Это круто, это круто. Давай попробуем наш логотип. Мне очень понравился один из вариантов, который с нашим логотипом появляется. Сейчас я здесь сделаю. Оплод, новую картинку. Найду где-нибудь в недрах нашего дропбокса. Так, 2018 Neon. УВД лого. Вот этот вот я возьму сейчас. И я вот тут делаю телеграмм, ну, телеграмм, как бы это символично. Ну, его не надо, его не надо, да. Его и так все пытаются убрать. Его забанить. Вот, и тут начинаются реально красивые всякие вот такие штуки. Блин, ну, всё, естественно, в очень сильно фиолетовых тонах. Да, полная фуксия. И вот, вот, самое главное, что... Вот суть, вся суть его дизайна в одном, в одной картинке. Smell называется, запах. О, это какой-то гигер. Это да, это что-то очень похожее на гигеры. Я сейчас нажал масштаб, и компьютер задумался. Знаешь, выглядит так вот, как я в такой позе записываю подкаст в час ночи. Честно. И у меня так же вылезло уже кишки. И жопа, вон там твоя жопа стоит. В правом верхнем углу. Всё, как у нас. Сейчас опять дети забанят. Тут просто у тебя между ног что-то оторванное. Ну, короче... Я вообще ещё и муха. Я какой-то, ну, в общем, ты достаточно хитимый персонаж. На самом деле... Знаешь, как это называется? Я сейчас скажу. Я тебе сейчас скажу. Блин, классно, классно. Это, мне кажется, это надо на обложку какого-нибудь альбома. Corn. Ну, это точно. В Бангкоке музей. Музей современного искусства. Претип Кочабо. Вот такой автор. Интересно. Смел. Это называется. Воняет. Да. Воняет. Техника, между прочим, ручкой на бумаге. То есть это не холст масла, между прочим. Ну, это чувак на полях нарисовал, пока ЕГЭ сдавал. Ну, я прям вижу. Кочуба этот. Вот, да. Причём, кстати, я сейчас коротко в сторону. Мы, я напоминаю, в нашем подкасте мы рассказываем, что нас зацепило. Вот меня вот это зацепило. Кроме того, что эксперименты ремонт с экскрементами, это то, что тут муха и моя жопа. Нет, ну, я согласен. Нет, действительно, очень классная такая тиходелическая картинка. Классная. Это прям вот надо на обойку, постоянную обойку нашего подкаста. Потому что здесь можно будет ещё 100 выпусков вперёд находить наш подкаст на этой картине. Там даже сиськи у меня есть. Я думаю, это реально есть сиськи. Борода есть даже, да? Какие-то пальцы синюшные. У тебя бананы ещё в волосах растут. Просто грозди какие-то, как бананы. Я потом найду на аватарку поставлю. Так вот, я говорю... Чё-то я говорю. Чё-то я ещё хотел сказать. В одноклассниках я хочу заменить. И что Бусманыч прям, ему он заснихил сразу. Блин, дерьмо, меня куда-то сразу перекинуло. Всего так на какие-то. Ну, Google Arts and Culture, это вообще какая-то инициатива гугловская, да, крутая какая-то? Прям... Они хотят продвигать, да, этот вот Arts and Culture? Ну, это большая, так сказать, библиотека всех произведений искусства цифровая. Чтобы по музеям не ходить, можно зайти в Google Arts and Culture и прогуляться, так сказать, по музеям и посмотреть. Классно, классно. В общем... Мне очень нравится. Вот так вот, от Сейхаичей до... Вот тут опять какие-то... А, это минералы. От Сейхаичей до настоящего искусства, я бы сказал. Смотри, минералы, радохрозит. Блин, ну это классно. Если не вдаваться в подробности, что вдруг это какие-нибудь клетки? Не дай бог раковые, которые делятся. Просто метозом и миозом одновременно. Ладно, будем закрывать. Идем дальше. Сейчас отключу... Дизайн заканчивается, получается, правильно? Отключу расшаривание экрана сейчас. Да, дизайн. Вот на такой прям ноте остановить показ. На такой ноте прям его и закончим. Я считаю, это достаточно мажорная. Мажорная. Мажорная нота. И переходим на этой мажорной ноте в светские новости. Давай. Мощным аккордом. Темка у нас прям громко у меня называется в слайке. Я даже не буду ее называть, как она называется в слайке, чтобы тебе не было потом мучительно больно запикивать это все дерьмо. Да слушай, я могу вот не забыть в этот раз и поставить значок explicit, потому что я просто его забываю поставить иногда. Ну хорошо, ладно. Тогда первая тема называется разъебал. И понимаешь, Эдуард Успенский действительно подал заявление в генпрокуратуру, еще в кучу других инстанций, чуть ли не до ЖЭКа моего дошел и разъебал, прямо скажем. Но на самом деле нет, на самом деле нет. Это его разъебали. А, да? Я думал, все-таки он все-таки добился своего. Я прочитал вроде даже темку, но, видимо, что-то уже забыл. Ну, писатель Эдуард Успенский, как бы того ни хотел, видимо, не является полным правообладателем все-таки на мультфильм «Простоквашина», который нам полюбился еще с детства. И вышла в начале апреля, в начале апреля, по-моему, да, новая серия «Простоквашина», такое как бы переосмысление уже от «Союзмультфильма», абсолютно никак не... Вот никак не пришедшаяся, видимо, по нравовому Успенычу. И я надеюсь, он не подаст на нас в суд за это. И мой ЖЭК не скажет, что меня затопили соседи. Значит, он реально вот... Ему не понравилось. Причем в конце статьи оказывается, что ему сумма не понравилась. Ему сумма не понравилась, понимаешь? Я просто представляю, как ЖЭК приходит к твоим соседям и говорит, затопить его. Затопить. Они просто открывают краны. Все краны. Затыкают все ванны. Чтобы хера чего, прям из наполненной ванны. Нет, чтобы сразу на пол воду открыть. Они будут... И красиво, красиво. Чтобы никто не заподозрил, даже если я потом расследование буду проводить. Между прочим, у меня где-то месяца три назад соседи по лестничной клетке именно вот самый ближайший. Там умер чувак. И он умер именно в ванной. То есть он лежал. И как узнали об этом, он затопил нижний. Ну, так, ну я понял. Мы к нему поднялись, а он в ванной уже лежит, умерший, так сказать, из ванны херачит вниз. Потому что он хотел, видимо, ее принять, так сказать, заткнул дырку. Потом в ванну еще заткнул. И как бы вот тут они убили кого-то, чтобы только тебя затопить. Ладно, все. В общем, отскочили немного в сторону. А теперь происходим обратно к Успенычу. Он действительно, я хочу зацитировать, я хочу зацитировать. То есть писатель Эдуард Успенский, я цитирую шазу.ру, обратился в Генеральную прокуратуру, запятая, Следственный комитет и Счетную палату. Из-за выпуска киностудии, Союзмультфильм. Я не понимаю, как ему Счетная палата, что она там насчитает ему. Видимо, уже бабки, которые он хочет отсудить. Из-за того, что вот они выпустили новую серию мультфильмов просто класса. Счетная палата, это на самом деле, где он лежит. Он оттуда. Следственный комитет, он на койке заседний просто расположился, весь институт проходит. Надеюсь, не подаст в суд, напоминаю. Тоже надеюсь. Значит, Союзмультфильм и так, и эдак. Ему и деньги предлагали, значит. И просили прощения. И, значит, и то, и сё. Но Успеныча вот прям не устроила сумма, потому что действительно здесь написано, что они к нему обращались, но сумма не устроила. И он потребовал чуть ли не там, знаешь, сейчас скажу скольки, типа месячный или годовой доход, знаешь, всего Союзмультфильма. Да, годовый бюджет всего Союзмультфильма он потребовал. Ну, соответственно, такие требования уже не смог выполнить. Пацаны. Практически, знаешь, он вот как террористы потребовал невозможного. Вот так вот. Дальше вот вопрос остаётся открытым. Действительно, что будет дальше? Будет ли какое-то отсуждение прав или что? Или вообще имеет ли он какие-то права? Но похоже, что он никто в этой всей истории. Только всего лишь чувак, который написал... Ну, всего лишь. Чувак, который придумал практически эту франшизу. И сейчас он остаётся немного за бортом. Или за бортом. Да, слушай, давай так. Это так же тупо, как то, что... Я не помню, когда какой-то из моментов Василий Ливанов, который исполнил роль Шерлока Холмса в нашем советской экранизации, он был против BBC-шного Шерлока. Он просто там явно высирался, что да, это всё говно, только я нормально сыграл. Я не шучу. Против Battlefield'а Counter-Strike'а ты имеешь в виду? Против Бенедикта Кэмберкруча? Вот да. Да, и против даже, по-моему, у нас какая-то ещё была экранизация Шерлока Холмса. Именно вот на пост... Это то ли с Меньшиковым. Какой-то бред. Мимо меня абсолютно прошёл. Но, тем не менее, что-то вроде было. И вот он говорил, что это всё не то. И как бы... Ну, видишь, он там просто у себя на диване сидел, как бы разглагольствовал. Но это, ну, окей. А здесь-то Эдуард, казалось бы, хоть какой-то имеет. Казалось бы, Успенский. Казалось бы, Успенский, да. Понимаешь? Ну, надо всё равно уважать. Понятно, что тут никто как бы не умаляет его величины. Тем более, что чуваки реальный союз мультфильма ему предлагали и сотрудничать, и сказать, что ну вот будем делать и всё такое. Но он отказался и... Ну, а что ещё сделать, если пацаны хотят воскресить? Тем более, что мы-то здесь с тобой уже тоже в этом подкасте обсуждали первую серию. Она же единственная пока. Непонятно, то ли тяжбы идут, и они пока заморозили это всё, то ли здесь будет, как с BBC-шным Шерлоком, по три серии в год всего выпускать. Да. Вот. Тут как бы всякое может быть. Причём ещё не каждый год. Но я вот не понимаю, почему он против-то? Ну, реально. Вот если бы наш подкаст как-то рехэшнули потом, уже когда мы отошли от дел. Ладно бы он на полном серьёзе параллельно что-то делал, и его тут начали рехэшить. А он-то уже как бы всё, уже сидит, трубку покуривает в кресле. И они это сделали достаточно талантливо и прикольно. Столько отсылочек, столько каких-то пасхалочек. То есть, что даже вот мы с тобой когда обсуждали в подкасте, мы с тобой не заметили, что дядя Фёдор увидел кактус в форме Матроскина, и пончик перевернул глазурью вниз. То есть, как бы, вот нам Саня тогда это тоже написал в чатике. И, блин, это круто реально. Столько отсылок. Это же так-то тоже есть реверанс в сторону Успеныча. Почему он это не оценил? Не знаю. Он хотел по-своему, или, возможно, он просто хочет немножко славы на этом скандале. Я не знаю, опять же, его мотивов. Так, опять же, была бы ему нужна слава, если бы он в данный момент что-то творил. Если у него как раз новый сезон шоу «Холостяк» вышел с Успенским, и вот он бы на волне этого хайпа привлёк внимание зрителей. А так-то он к чему привлечь внимание? Ну окей, ну Успеныч, а что он сейчас делает? Ничего, у него даже новая книжка не вышла никакая, наверное. А вдруг вышла. Ну слушай. Ну а тем не менее, я просто, да, хочу сказать, что мы всё равно, тем не менее, отдаём должное, потому что тот самый, тот самый простоквашный нам, конечно, супер нравилось в детстве. Вот просто нельзя сказать, что он тогда сделал, а мы тут сейчас ещё круче сделали что-то. Ну как бы нет, да, понятно, что реально было круто. Ну хрен его знает, чувак не согласен. В принципе, это его право не согласиться. Ну да, он находится в своём праве, базару нет, но лучше уж, чтобы франшиза жила, пусть даже так, если он просто, ну он уже в годах, он просто, может быть, не понимает это, для него это что-то должно остаться вот таким, каким оно есть. Лучше уж пусть живёт так, чем никак, на мой взгляд. Окей. В принципе, ещё темка, ещё темка из светских новостей. Давай. Фронт-эндер нам её предложил, фронт-эндер навсегда в наших сердцах, наверное, останется, а он продолжает быть активным, так сказать, советователем тем. Фронт-эндер, напиши на ютюбе нам в комментариях хоть что-нибудь, а то ты только здесь как-то фигурируешь, и хочется просто знать кто ты и что ты. Нихрена себе, я вижу тему, он предложил тему, Walmart редизайнулись, а мы не взяли её в подкаст. Да она скучная какая-то, не знаю. Если ты её хочешь, можем её в следующий раз рассмотреть. Давай в следующий, мы там поностальгируем досвидос, как мы в Walmart тусили. Ладно, договорились, я прям сейчас перед тебе её в трелло закину, подкаст 164, это будет следующий. Здесь уже есть одна темка с хабра, вот я вот эту сюда дописываю и дописываю. Фронт-эндер мне просто должен быть за то, что я сейчас протолкнул его тему практически волевым решением, практически пинусом своим протолкнул. Да уж, а сегодня он нам предложил вот это. Организация Creative Commons представила официальный перевод на русский язык, русский язык уже, я сам как-то не на русском языке, а нам говорю. Наборы лицензии Creative Commons 4.0 изначально выпущены в 2013 году. Кто не знает, Creative Commons это лицензия, в которой надо как бы указывать авторство. Как бы указывать, но как бы насрать, ты имеешь в виду? По-моему, именно четвёртая версия, она о том, что не очень насрать. Ну давай степень не очень насратости ты сможешь нам раскрыть, или это останется для нас загадкой сегодня? Ну как тебе сказать, вот я не хотел читать весь этот стандарт. Я просто хочу, знаешь, заметить, что по всем правилам Creative Commons, так как является хреновиной, я так понимаю, это опенсорсная хреновина. Ну, в смысле, это для опенсорсных проектов Creative Commons или нет? Да хреново знает, что ты мне такие вопросы задаешь, ты вообще готовился, что ли, к этой теме? Выглядит смешно просто вот эта вот штуковина. Она оформлена в стиле опенсорсных постулатов. На сером фоне просто чёрная, ну, точнее, зелёная хреновина какая-то. У меня вот этот градиент, я не побоюсь назвать это градиентом, зелёный, напоминает логотип старого Dreamweaver. Ну, как-то так было. Так вот, Creative Commons — это некоммерческая организация, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И так, сейчас я посмотрю, чё это такое? Так, я просто знаю, что на Unsplash тоже Creative Commons. Но там, по-моему, Creative Commons ноль. И это как раз о том, что не хочешь автора, не указывай. И у нас на YouTube тоже. У нас стоит Creative Commons лицензия на наших подкастах. И как только у нас вдруг узнают какие-то штуки, что типа у нас там треки чужие и так далее, у нас сразу она снимается и становится общей лицензией, потому что мы сами нарушили, так сказать, дерьмо, и мы не можем говорить, что это мы, что это наше. Да, есть Creative Uncommons и Creative Rars, скажем так. Даже Creative Apex есть тоже. Тут, блин, нихрена у них. В статье на Вики тоже ничего не понятно. В общем, надо указывать авторство. Но теперь самое главное, что вы можете прикладывать, опять же, чтобы ваше дерьмо валидно было по лицензии Creative Commons, вы должны сам текст лицензии приложить или сделать на него ссылку. Теперь можете делать ссылку на русскую версию. Может быть, кто-нибудь ее все-таки прочитает. Примерно как соглашение Apple, iTunes. Это в South Park или где было? Высмеивалось именно то, что его никто не читает. Блин, я не помню, слушай. Мне кажется, была такая серия в South Park, что типа там все просто сразу жмут «да», а там на самом деле просто там Тим Кук будет вас взадрать. Там вот какой-то такой бред. Ну, в South Park стиле я просто не помню точно. Мне вот сейчас на языке верится, что что-то было такое. А что вот именно конкретно, я сейчас уже и не вспомню. В общем, вот, Creative Commons теперь есть на русском. Бла-бла-бла, конец истории. Закончилось. Круто, круто. Ну и последняя тема из светских новостей, которая звучит как Geek Times просто. Просто Geek Times. Одним словом. И это, ну, какая-то большая веха на самом деле. Я думал, что я сначала, знаешь, так несерьезно отнесся. Думаю, ну и чё? Ну и чё? Вся суть в том, что пацаны купили точка ком домен. Просто взяли вот Geek Times.ru и сделали Geek Times.com. Думаю, ну и чё дальше? И чё? И смотрю, и Hubbard тоже. И Hubbard.com стал. А потом, понимая, что они это всё сделали с великой миссией. Знаешь, с какой? Наверняка все знают эти два сайта. Ну, понятно, что Hubbard-то точно все знают. Geek Times — это то же самое, что Hubbard от тех же медиа. То есть от Tech Media. Сайт, на котором всё остальное, кроме Hubbard-то, то есть всякий научпоп, всякая там на космос и так далее. Всё, что не входит в программирование, всё находится на Geek Times.com. И я такой думаю. Ну, окей. Ну и чё? Ну и ладно. Ну, купили. И те купили, и эти купили. А в чём прикол-то главное? А прикол главный в том, что пацаны прямо сейчас набирают, может быть, кто-то у нас заинтересуется, хрен знает. Набирают авторов, которые будут писать на английском. И это просто говорит о том, что пацаны выходят на новый уровень, практически на всемирный уровень, своими статьями, так как говорят, что это... Мы такие популярные, мы уже одни из самых популярных в Европе, как ресурс, только русскоязычный, да? А если мы сейчас ещё на английском начнём писать, да мы просто всех уделаем вообще, мы просто лучшие станем. Поэтому они сейчас ищут авторов, которые будут писать на английском. Соответственно, ну, какой-то рост будет. А авторок, они тоже ищут? Не знаю, вот тут не знаю, ищут ли они авторок. И самое главное, что будет тумблерочек, который переключает не только интерфейс, не только поменять тебе менюшку на английский, да, но ещё и контент тебе покажет весь только на английском. Соответственно, чуваки, которые не понимают ни хрена, ни бельмеса по-русски, да, они смогут себе тумблерочек переключить и читать какие-то умные, классные темы, истории от наших чуваков. Которые напишут на английском. Как тебе? Майндблойинг, как мы здесь любим в нашем подкасте говорить. И знаешь, мне вот, опять же, что нас зацепило? Во-первых, меня зацепило то, что у Thematic Media, которые вот владельцы Geek Times и Hubbard, у них в блоке информации справа, в сайдбаре, так скажем, численность неизвестна. То есть у них почти все компании, которые у них пишут на Хабре и на Geek Times, у них указана численность компаний, там, в Mail.ru указано, там, от тысячи, там, до пяти тысяч, типа такого. А тут неизвестно. Наверное, только у них есть возможность, как у админа все поставить неизвестно, всех остальных-то они заставляют вписать, практически реально. Может быть, это понт, что, типа, они часть сообщества, и они все сообщество, то есть неизвестно. Ну, либо это, либо они просто, как бы, опять же, шифруются, чтобы никто не знал, что это, на самом деле, техмедиа, это уже 144 миллиона, все население России просто, и все. Ну, может быть, да, может быть, да. Что еще хотел сказать? Слушай, вдруг скоро к нам в подкаст будут попадать темы, написанные нашими русскими чуваками на английском, на hubr.com или geektimes.com, писаешь? Ну, слушай, это будет, опять же, веха. Это круто. Кстати, hubr.com в ru в сегменте он hubr.ru Да, а здесь hubr.com Просто hubr.com Ну, и на самом деле, я думаю, они бы и ru купили. Естественно, hubr.ru это кто вообще? Это какой-нибудь сейчас там рога и копыта. Усманыч и копыта. Ты думаешь, это единственный человек, у которого они не смогли купить домен. Все остальные бы договорились, хоть как. Только Усманыч, он просто не пользует интернет, он его развивает. Нет, на самом деле, hubr.ru это тоже их дерьмо. Не сомневался. А это дерьмо, кстати. Слушай, ну, у нас скоро, точнее, не скоро, а вот буквально через секунду начнется такой раздел, перед которым надо, мне кажется, передохнуть. Или когда, или нет. Ну, почему нет? Я действительно считаю, нашим слушателям ничего не стоит. Они все равно отбивку. Слышат просто и все. А вот нам-то можно и передохнуть, поэтому абсолютно не важно, когда мы передыхаем. Это раньше отбивка была одна. Вот в этот перерыв, и мы старались его как-то сделать в середине подкаста. А теперь их много. И, ну, окей, в одной из отбивок пацаны реально пошли там, что-то перекурили и так далее. Поэтому, да, действительно, мы сделаем с тобой перерыв. Мы могли его после каждой темы делать, потому что почти в любом случае почти после каждой темы была бы отбивка. Никто бы даже и не заметил. С учетом моей супер-мечты делать рваный монтаж и всякое такое, потом мы вообще сможем всегда отдыхать. Потому что мы в любом случае... Просто на протяжении всего подкаста можем отдыхать. Одна отбивка будет? Да, это как сегодня в чатике спросили. Саня, тебе когда-нибудь снилось запись подкаста? И я смешно пошутил, что да, на прошлой записи подкаста мне она и снилось между третьей и четвертой темкой, просто потому что я уснул. Вот тут то же самое. Смешно, хорошо. А второмный ответ как кожома практически ты ответил. Разработка, правильно? То есть это сейчас будет, я так понимаю, полный вагон джаваскрипта? Ну, не полный, как бы в тамбурах еще не стоят, но как бы... Не коют еще. Да, но сидячих мест уже не осталось. Айдитья Агарвал, вот такой чувак, видимо из Индии, джаваскрипт-девелопер, на фрикоуткемпе написал, как, говорит, избежать асинг-эвейтного ада. Ну, это здесь отсылочка к коллбек-аду, который до этого был в джаваскрипте, до того, как появились промисы и асинки-эвейты всевозможные. И сразу скажем, что это... Да я такой механизм... Ну, что ты смеешься? Давай. Да не, я так, про нашу старую тему, которую мы не увидим. Не такая уж она старая, ей минут пять этой теме, но да, это нормально. Так вот, эта конструкция языка была придумана для того, чтобы внести некоторую, так сказать, некий порядок в асинхронные, так сказать, запросы в джаваскрипте. То есть, она делает так, мы что-то асинхронно выполняем, а потом ждем, пока выполнится определенный промис и не идем дальше в выполнении. Корявое объяснение, сейчас на практике все будет понятно. Мы, кстати, уже про асинх и вейт говорили, то ли два подкаста назад, то ли три. Но здесь, собственно, о чем? О том, что, если вы уже знаете, что это, то надо, типа, использовать это мудро, не лепить везде, где попало, потому что очень легко, так сказать, больше вреда, чем пользы принести с помощью этих конструкций. А именно, вот здесь есть пример. Он, он, это автор, автор делает сразу же initially invoked, короче говоря, функцию, eefe, это когда мы функцию описали в скобочках и сразу ее же вызвали открытыми скобочками, так сказать, без параметров. Так вот, и это async со стрелочной функцией, в которой мы вызываем по очереди всякое дерьмо. Первое, pizza date. Мы делаем await. Мы ждем, пока подгрузится PizzaDate откуда-то с сервера или неважно откуда. Ну, с сервера, скорее всего. После этого мы await'ем. Не выполняется второй await, пока не выполнится первый. Пока вся инфа про пиццы не прилетит, мы всю инфу про дринки не запрашиваем. Потом мы ждем, пока вся инфа про дринки прилетит. Потом мы синхронно выполняем choosePizza, chooseDrink. В том смысле, что как только мы choose'ем, тогда и выполняется это все. То есть это синхронный запрос, не то, что мы его кинули, а потом уже он придет и не придет. Здесь все более-менее straightforward, простите. Дальше опять два await'а, которых мы будем ждать. Первый addPizzaToCart, то есть добавляем в корзинку пиццу. Естественно, это нельзя сделать до того, как мы ее выбрали. То есть после того, как мы их выбрали, накликали, мы добавляем в корзину. То же самое с дринками. И только после этого выполняется функция orderItems, которая по понятным причинам нельзя ничего заказывать, пока еще нет этого в корзине. В принципе, звучит достаточно понятно, да, все последовательно, все здорово, все классно. Но некоторые вещи мы здесь ждем, и это лишнее. Потому что, в самом деле, зачем нам ждать, пока прилетит вся инфа про пиццы, для того, чтобы ждать инфу про напитки? Они не зависят никак друг от друга. То же самое про добавление в корзинку. Вот мы уже выбрали и пиццу, и напитки. Зачем нам добавлять сначала пиццу, а потом напитки, если мы можем делать это одновременно? Не важно, когда. Мы можем добавить и то, и другое. И пока это не выполнится, все равно у нас orderItems не будет выполняться. Но ждать именно сначала пиццу, а потом напитки нет никакой нужды. Это можно делать одновременно, потому что это два независимых друг от друга события. Да, заказ зависит и от того, и от другого, но между собой они никак не зависят. Поэтому здесь у нас лишние эвейты налицо. И на самом деле они не столько лишние. Ладно, смешно, что эвейты налицо вдруг. Ну ладно, хорошо. Вот. А есть кто проглатывает эвейты? Просто я хоть не могу удержаться. Ну, бывает и такое. Не могу никак красиво завернуть. Вот здесь рваным монтажом надо это вырезать, было бы все. Именно мои мэкани, у тебя-то нормально все. Уже комплименты вот эти робки. У тебя-то, слушай, все нормально там получилось. Это я тут как-то это. Так вот, есть еще один пример плохого. Плохой имплементации эвейтов. Вот функция. Заказ айтемов. Типа мы продолжаем. Айтемы это результат выполнения функции getCardItems. Она вполне разумно сделана эвейтом, потому что пока из корзины ничего не прилетит, нет смысла с этими элементами что-то вообще выполнять. После этого мы получаем длину массива, то есть сколько итераций у нас будет, и пошли в цикле for отправлять реквест на каждый из них. В цикле for каждый реквест сделан тоже эвейтом. Вроде бы, типа, ну так и надо. То есть один за другим отправить. Но если мы это делаем эвейтом, то каждый последующий, прежде чем выполняться, ждет предыдущий. Нахрена. Нет никакой нужды ждать их все. Почему? Потому что лучше отправить пять одновременно, и пусть один прилетит через секунду, другой через две, третий через три, в зависимости от размера, так сказать, этих реквестов. Но в любом случае, пока все не прилетят, ничего не произойдет. Поэтому здесь использовать эвейт — это лишнее, это просто удлинение длины выполнения цикла. Потому что если, допустим, первый прилетает за секунду, второй за две, третий за три, то в сумме это шесть. А если бы мы их все отправили асинхронно и не ждали, то они бы за три секунды уже все прилетели, потому что мы бы их в один момент отправили и ждали только самый долгий. Ну, по понятным причинам. Как же нам сделать так, чтобы вот мы все-таки со здравым смыслом это сделали? Ну, например, возвращать промис. Как мы уже говорили два или три подкаста назад, если забыть случайно слово await, а только оставить асинг, то те асинхронные функции, которые внутри асинка будут, они вернут промис. То есть в данном примере, который мы здесь видим, value do some async task внутри блока async, если мы консоль логнем в value, то это будет невыполненный промис. То есть он там записан как бы, и мы его можем вернуть и в какой-то момент уже await-нуть, если вдруг. То есть здесь опять же пример. const promise do some async task, и потом мы в value записываем результат await promise выполнения. То есть мы можем некоторые промисы обозначить, а ждать их выполнения уже после, когда непосредственно нам это понадобится. Это выглядит очень опрятно, это практически синтаксический сахарок. То есть мы что-то по смыслу когда-то определили, но ждать мы это можем позже, поэтому мы это позже и await-нем. Так что вот да. Как же нам выбраться из вот этого ада, о котором мы говорили? Ну вспоминаем наши примеры с пиццей и с напитками. Очевидно, что пицца и напитки – это два отдельных потока вообще, и почему бы не сделать их параллельно? Но внутри этих потоков та логика, о которой мы говорили, она, конечно же, должна сохраняться. То есть мы делаем два асинхронных вызова async function select pizza, async function select drink. То есть мы выбираем пиццу и напитки отдельно. И там внутри все так же, как мы и говорили. Сначала await-нем get data, то есть ждем, пока серверы прилетят все пиццы или напитки. Потом синхронно выбираем, потом асинхронно добавляем в телегу, в корзинку. В телегу, у меня уже телега везде мерещится. После того, как мы асинхронно добавили в корзинку, только тогда вот этот вот общий function, который select pizza, выполнится, потому что он ждал все await. И потом эти два промиса нам нужно сделать, что мы их оба ждем и только после этого заказываем. Потому что заказ должен выполняться только когда выполнится и пицца, и drink promise. Для этого мы третью можем сделать асинкную штуку, так сказать, конструкцию, в которой мы два промиса сначала просто запоминаем, pizza promise равно select pizza, drink promise равно select drink, и потом их await им. То, о чем мы говорили ранее. Если этот promise записать в переменную без await, то он просто его запомнит как promise, и все. Ну, на самом деле, здесь это уже дело, опять же, синтаксического сахара. Их можно было бы и сразу await здесь. Но да, он сначала их записал, потом await, и только после этого order items сделал, потому что он асинхронно вызвал. Дальше есть конструкция, которую мы говорили, не помню, когда мы, ну, в общем, в этом подкасте мы про нее говорили, promise all. Это конструкция, которая первым параметром принимает массив промисов. И после того, как мы их выполняем как all, он ждет, пока выполнятся все промисы. И после этого есть конструкция then, которая непосредственно говорит о том, что после того, как промис выполнится, можно вот такой асинхронный вызов сделать. Три строчки вместо семи, да и, в принципе, выглядят более понятно, чем, ну, как бы, действительно, если есть такая удобная конструкция, promise all, которая еще и говорит сама за себя, почему бы не использовать именно ее? Что касается второго примера, в котором мы по очереди в цикле, так сказать, выполняем отсылку каждого элемента, можно сделать точно так же, только внутри цикла, не ждать каждый промис, а просто их накапливать в массиве promises. Так вот, promises push order promise, то есть мы в цикле прошлись по всем ордерам, записали это все в массив промисов, потому что если мы await не указали, то остается один промис. И после этого сделали await promise all promises. Все, он одновременно их все пульнул, и как только последний из них пришел, тогда order items выполнится. Гениально, по-моему. Все, можешь, говорит, 50 раз хлопочков закинуть мне о дитью, о горвалу, JavaScript девелоперу, и все, просто он гений. Я не могу сказать того же, к сожалению, про блог RU VDS на хабре, знаешь почему? Потому что на самом деле я эту темку увидел у них, как перевод на хабре, прочитал перевод, нихера не понял, прочитал оригинал, все сразу стало понятно. Может, просто уже не русская свинья, скажем так? Я, видимо, уже индусская свинья, потому что я именно его оригинал правильно понял. Да, возможно, возможно, так и есть. Ну, то есть, камон, реально, они как-то так коряво перевели, то ли просто все эти джаваскриптовые штуки на русский язык так коряво переводятся, ну, в общем, факт остается фактом. У него все понятно, у RU VDS на хабре непонятно. Может быть, он прирожденный писатель, серьезно, ну, хрен его знает. Как Хемингуэй? Да. Хемингуэй же, да, писатель? Ну, да. Да-да-да. Я во всем уже сомневаюсь в этом подкасте. Но мы же с тобой здесь достаточно невежды, поэтому... Ну, да, мы уже прослыли невеждами, не знали, когда золотой теленок, события происходят куда-то вообще год. Хотя золотой теленок, получается, еще позже, чем 12 стульев. Потому что это спустя там сколько-то... Да кого же Хемингуэй написал, правильно? Золотой. Естественно. Эрнест прям. Эрнест Ачегевара еще корректировал. Это брат его просто. Мулдашев. Мулдашев, он что-то там мудил, мулдил после этого. Написал тоже там... Это третий глаз, зеленый человечек. Газета Аномали. В общем, вот, такая первая тема из разработки. Слушай, меня аж самому прям понравилось, как в итоге... Согласен. Что меня зацепило? Меня зацепило то, что вот нам на антипримерах показали, как сделать классно. Это в педагогике вообще прикольно, когда на антипримерах говорят. Сначала говорят, как делать не надо. Ты имеешь в виду вредные советы Григория Остера? Вот да. Вредные советы IDT огоровало. Опять же. Вау. И, видишь, он в конце, он мораль говорит, а надо было сделать вот так. Возможно, он просто... Ему кто-то его код рефакторнул. Ему насовали прям по полной. И он от злости написал эту статью, хотя сам-то он 100 тысяч вейтов подряд делал, и хрен клауна производительность. Так что да. Все, конец. Дальше у нас Стэр Свифт предлагает вторую тему. У тебя есть, Никита, что еще сказать по первой? Я как раз попью пока, а ты что-нибудь скажешь. В принципе, ну, мне как... Я, во-первых, совсем согласен, по-моему, отеж. Во-вторых, короче, меня действительно поразило, что чувак написал на английском круче, и тебе больше понравилось, чем на русском. Это как-то вызывает вопросы переводчикам с другой стороны. Хотя, в принципе, здесь чего удивляться, согласись. Ну да, это не ново, в принципе, когда у нас в России перевод в 100 тысяч, миллионов раз хуже, чем оригинал. Мне еще нравится, что FreeCodeCam подгоняют статьи, вот так или иначе, вот хоть раз в подкасте, а они есть. Ну да. Они, конечно, с HackerNoon очень похожи, и то, и то зеленые. Но вот хоть оттуда, хоть оттуда, каждый раз что-нибудь да есть, да, согласен с тобой. Они классные. Причем я на FreeCodeCam подписан на RSS-ленту, там 99% говна. Ни хайна. И вот 1% реально pure gold, который нам либо предлагают, либо я сам натыкаюсь. Я просто, когда думал, ну, подписаться на них, я такой думаю, блин, тут столько классных статей, а вдруг еще столько же мимо нас проходит. Не проходит. Все остальное просто кусок говна какой-то, и все. Поэтому это круто. А, кстати, если говорить, опять же, о том, что нас зацепило, то вот этот вот момент с осинками, ауэйтами, FreeCodeCamp'ами и трудностями перевода, мне напомню, как переводили «Властелина колец», и что сначала был творческий перевод такой, что вот не «Бэггинс», а «Торбинс». Помнишь, да? Я, кстати, читал. Я такое читал, к сожалению, или к счастью. Ну, слушай, я тоже такое читал. А где тогда другой? Или другой это в кино как раз был? Ну, есть, да там несколько разных переводов, мне кажется, есть, которые с «Бэггинсом». Просто, чтобы ты понимал, вот «Гарри Поттер», который сейчас издают, это уже не... Нет, там вообще уже досвидос. Это уже не Росмановский «Гарри Поттер», а вот другой какой-то там, какое-то другое издательство. Там уже не «Дамблдор», там «Дамбульдур», там уже все. И я, если честно, даже вот не понимаю. А вот, ну, детки, да, кто там сейчас читает? Пусть не детки, пусть конфетки. Они потом смотрят кино, а кино-то сделано в соответствии с оригинальным переводом от Росмана или от Эксма, я не помню. От Буки? От Буки, да, от Фаркоса. Я не знаю, как они вообще садятся. Я вообще не знаю, зачем переиздавать. Ну, то есть, ну, это... Точнее, переиздавать-то я знаю зачем. Зачем перевод изменять? Тем более таким, не самым умным способом. Да вот, просто реально, это все равно, что вот сегодня у нас президент Путин, а через 6 лет его переиздадут, как Мутин. Ну, зачем? Сейчас аккуратно, сейчас аккуратно. Почему-то я... Ну, ладно, я другой. Не надо, не стоит. Хотя я понял, какой ты хотел, это смешно. Подожди, или ты сейчас сказал, или мне не показалось. Я сказал, но потом записи будет, поэтому, если вы нас слушаете. Меня просто скайп чуть-чуть схавал. Если, да, если... Если следующий подкаст еще будет, кроме этого, то все нормально, значит. Короче говоря, вот. Чем зацепило, напоминаю? Давай Экмоскрипт, чё там? Экмоскрипт 6. Стер Свифт пишет. Практически Тейлор Свифт, только Стер Свифт. Ни хрена себе. Готов спорить, вы не слышали о символс в ES6. Вероятно, поможет не запороть очередное интервью на позицию сеньор фронт-энд-девелопера Саня. Вот так вот. Так. Решил пролить меня. Давай так. Я прям, опять же, сделаю тебе расшаривание экрана. Просто это стоит того. Демонстрацию экрана я тебе делаю. Окей, окей. Окей, алрай. Сейчас погоди, у меня подгрузится. Так, ну, Стер Свифт. Так, загружаю. Я делаю UwebDesign в Google. У меня, кстати, Google не заблочили. Не заблочили в Google. Видишь, да, что я пишу? Вижу, вижу. Первая ссылка. Первая ссылка, которая показывается. 71-й подкаст. ECMAScript 6 символ. Это какое число на прочтайном? 23 февраля 2016 года. Больше двух лет назад. Не в курсе, вы говорите, про ECMAScript 6. Ладно. Хорошо. Уже с претензией человек. Стер Свифт, ты не родился еще тогда, когда мы уже были в курсе про ECMAScript 6? Представляешь, нам двухлетка пишет? Не знаю, не знаю, что он напишет нам еще. После этого. Посмотрим на его дальнейший сленг, скажем так. На поведение, да, дальнейшее. В общем, но я все-таки рассмотрю его статью, несмотря на то, что она на сайтпойнте. Почему несмотря? Потому что раньше я любил сайтпойнт, прикладывать оттуда статьи, они прикольные были. Но сейчас это такая помойка, просто кусок говна, вообще просто ужас. Тем более, что о таком старье они пишут. 10 апреля 18-го года они пишут про ECMAScript 6 символы. Чуваки, это было 2-3 года назад. Это мы-то 2 года назад уже обсудили как старье. А они еще, ну ладно, неважно. Обсудили и обсудили, нам добавили и добавили, а мы это, так сказать, повторили. В общем, символы. Символы — это новый примитивный тип в 2016-м, в 2015-м, точнее, стандарте ECMAScript'а появившийся. И его нужно объявлять вот так. То есть, какая-то константа фу равно символ, бар равно символ. Несмотря на то, что это, ну, кажется, как будто это конструктор. То есть, new символ, как там, new function, нихрена, это не конструктор, это просто функция, которая вызывает генерацию случайного символа. И это не такие символы, которые там miz или что-то еще. Это на самом деле просто уникальные идентификаторы. Именно поэтому, если мы сравним фу и бар, то будет фолс, несмотря на то, что мы им, казалось бы, одинаковые символы типа присваиваем. Но нет. Если, вообще можно в символы параметрам передать какую-то строку. Эта строка, это не будет хэш. Допустим, сам символ, он никак к этой строке не будет привязан. То есть, не то, что он хэш от этой строки сделал, если мы два символа с одной строкой сделаем, то они будут равны. Ни хрена. Опять же, если мы вызовем символ два раза от строки баз, то они все равно будут неравны. Почему? Потому что вот эта строка, это всего лишь пояснение. Пояснение, мы это увидим, только тогда, когда будем, например, метод toString вызывать, оно нам покажет, что это символ от базы. И самое главное, что, ну не самое главное, точнее, кроме того, что в методе toString здесь и в этой же статье и в принципе спецификации символов есть такое понятие глобальный реестр. Глобальный реестр это место, куда все символы в этой программе пишутся, и исходя из них есть два стандартных метода у символа for и key for. for это то, как мы короче говоря определяем символ для конкретной вот этой вот строки. То есть символ for user возвращает символ. Когда-то мы определили, что, допустим, там константа там for это символ for просто символ со строкой user. И после этого мы две другие константы присваиваем debil, например, и mike символ for user. И вот здесь он делает ссылку ровно на тот символ, который мы присваивали там в for. И при сравнении debil и mike мы получим true, потому что это указание на один и тот же символ. Мы не создаем здесь два разных символа, мы привязываем к тому одному, который мы создали ранее. Ну а то же самое с методом key for, который в обратку работает. Если мы вызываем метод key for от символа и передаем туда, например, debil, ну или mike, неважно, какой бы мы передали, он нам вернет user, он вернет вот этот label, то есть ключ для этого символа. Иными словами, глобальный реестр, вот этот global register, это такой большой объект, в котором все символы хранятся по ключам вот этим. А вот это строковое пояснение, это и есть этот ключ. То есть мы можем, условно говоря, нагенерировать в глобальном скоупе много символов, которые потом впоследствии в программе использовать и вот так к ним обращаться. Вообще, для чего эти символы нужны? Они нам нужны для того, чтобы полностью уникальный идентификатор получить. если мы допустим делаем идентификатор как строку, если мы потом вдруг случайно где-то эта же строка фигурирует, то у нас будет задвоение. В том смысле, что мы потеряем уникальность. Вдруг случайно другой то место, где в другом этот же идентификатор строковый используется, здесь наложится и будет бред тупой. А если мы присваиваем символ, то символ он всегда уникальный. это как в mongodb айдишник типа object id, и там супер сгенерированная строка, которая никогда не повторяется. И там это именно не строковый тип, а именно это тип object id, который еще бинарно генерируется, и он супер уникальный. Ни в одной mongodb нигде ни у кого не повторится никогда. Вот здесь символ, это примерно то же самое. При этом с учетом того, что это примитивный тип, он не отзовется на instance of. То есть мы не сможем проверить, если какой-то символ, instance of символ будет false, потому что у примитивных типов нету такой вот этой привязки. Кроме этого, одна из особенностей того, что если мы в какой-то объект, допустим, есть у нас объект data, и у нее есть поля name и age, у name будет fred, у age 30, fred 30 лет, есть третье поле, это email, но на самом деле, ну то есть переменная email, а по факту это символ, и мы говорим, что email это fred собака example.com если мы к этому объекту, который user у нас применим метод keys, то вот этот символьный ключ, он не попадет в перечень, то есть мы типа делаем полускрытое поле с уникальным идентификатором, в котором хранится какая-то информация, на самом деле ни хрена скрытого в нем нет, почему? Потому что мы можем использовать метод getOwnPropertySymbols, который нам как раз вернет только символы, Nokia, или метод ownkeys от прототипа reflect, который вернет нам массив всех ключей, в том числе символов, эти кстати методы они появились тогда же, когда и символы по понятным причинам, то есть они новые, но во-первых символы ну вот в этом ключе, понятно, что их никто не использует как тайные ключи, потому что нихрена они не тайные, с помощью конкретных методов можно вернуть, но допустим используют в старых api, в которых мы не меняя структуры данных добавляем какие-то новые, которые не будут видны на старых никаких форматах, потому что там будут методы использовать, которых просто не вернет, но зато в новых api мы сможем и их в том числе запрашивать, а структура данных у нас не изменится, мы с той же структурой данных сможем типа работать, то есть это упростит такой переход, вот, кроме всего прочего есть стандартные символы, то есть то, что я говорил, они генерируются вот этой функцией символ, каждый раз уникальные, а есть стандартные, и их мы можем вот через точечку например использовать символ итератор, это стандартный символ, который используется, чтобы к объектам или к массивам вот этот метод использовать итератор, вот смотри, пример, bend, bend это массив строк, в которой записаны Фредди, Брайан, Джон, Роджер, 4 человека случайно, мы в переменную итератор присваиваем символ итератор от массива bend, внутри массива bend, и после того, как мы вызываем метод next у каждого этого итератора и выводим value, у нас будет выводить каждый раз Фредди, Брайан, Джон, Роджер, то есть он будет итерировать внутри этого массива и как только дойдет до undefined будет done true, то есть мы можем перебор массива делать таким способом, это на самом деле очень сомнительная хреновина, вот это я не очень понимаю зачем нужно, и здесь конкретно в этой статье есть те символы, которые уже определены, зачем они нужны, хрен его знает, вопрос вот, ну вот здесь говорит, обратитесь к Мазиловской статье ES6 в in-depth, ну вот был такой цикл, как раз вот года два, год два назад был популярный на блоге Mozilla Hacks, и там вот была статья про символов, которые больше, так сказать, примеров, а здесь он на сайт поинте конкретно сказал, что ну вот можете уже пробовать во всех браузерах, есть полифилы, бла-бла-бла, классно, я немножечко запарился, открыл книжечку You Don't Know JS и шестую главу и ECMAScript 6 and Beyond, и открыл там пункт про символы, в принципе, здесь примерно то же самое написано, кроме того, что, да я даже не знаю кроме чего, вот он здесь тоже сказал, что instance of не возвращает символ, потому что это примитивный тип, type of возвращает символ, то есть здесь вот так можно проверять, потом, что еще здесь было, ну тут то же самое, что можно их использовать как супер уникальные ключи, что если мы в строку этот символ сравниваем со строкой, то нам нужно явное приведение типов, то есть он самого в строку не переведет для сравнения со строкой, нам нужно использовать либо string, либо to string для того, чтобы именно как строку его воспринимать, окей, запомнили, по поводу реестра символов здесь он тоже говорит о том, что их можно в глобальном скопе описать, и о том, что здесь даже, так, сейчас я посмотрю, да нет, все, символ for, здесь он говорит о том, что for и for key, то, что в самой статье указано, и вот здесь есть symbols as object properties, как раз он говорит о том, что можно использовать символы как свойства объектов, и о том, что они не будут видны, как get own property names, или где keys, а get own property symbols уже не будут видны, то есть вот, да, кроме итератора здесь есть еще to string tag, to primitive, и они, говорит, в самой спецификации они с двумя собаками, вот так указано, если хотите, говорит, почитайте главу номер 7, они все здесь ссылаются на то, что это не самая нужная хреновина, кстати, я все еще экран тебе показываю, непонятно зачем, да, я между прочим смотрел на него, а, ну потому что я тебе книжку показываю, да, действительно, я все продумываю, это не ошибка, да, так вот, это не ошибка, это так и задумано, задача не имеет решения, все вот эти штуки из школ, которые запоминаются, ну и здесь все, дальше пошла ревью, я не буду открывать седьмую главу этой книги, потому что там уже супер глубоко, мне просто хочется сказать, что вот с тех пор, как мы два года назад это обсудили, про символы, я так ни разу про них нигде не слышал и не видел, ни на одном собеседовании про них не говорили, ни в принципе, ни одной статьи я даже не видел, типа там вот, вот про синк и уэйджа 100 тысяч статей, про промисы миллиард, про деструктуризацию, опять же, про всякие новые операторы, которые еще только обкатываются там в спецификации, типа вопросик с точкой, все хочу в какой-нибудь подкаст всунуть эту темку, но, блин, не успеваю, она тоже интересная, она просто долгая, про новые экспериментальные операторы, которые еще только на стадии обсуждения находятся, в спецификации, а вот про символы не одной, и я поэтому прошу теперь и стер свифта, и других комментаторов, и остальных, да, вы напишите, где это вообще используется, как, для чего, с реальными юзкейсами желательно, потому что, ну просто не хочется именно вот на такой ноте заканчивать историю с символами в нашем подкасте, пусть будет какой-то реально нормальная развязка, заключение, кульминация хотя бы, потому что вот это даже кульминации пока не назвать, это все как-то вялое вступление, такое введение в символы, а вот чем же это все закончится, не знаю, я, может быть, тоже седьмую главу этой книги прочитаю, вдруг там как-то про них суперподробно будет написан, не знаю, но вообще я вас тоже, комментаторов, призываю, подписчиков наших любимых, уважаемых, поучаствовать в этом всем, и я думаю, да, будем заканчивать. Нормально. Смотри, у нас по кольцевой композиции, с чего начался прошлый подкаст, тем закончится этот подкаст. Да, да, и это уже выходит за рамки разработки, у нас это все-таки в житухе, тема про блокировку и ее явления, и ее остаточные воздействия, блокировка в тишине, GeekTimes пишет, чувак написал на GeekTimes, они прям не побоялись, опубликовали, прям вот такую жесткую статью, прям я читал, охренел, и он пишет, значит, что уже почти неделю Роскомнадзор блокирует огромные диапазоны IPv4 адресов и интернет-сервисов по своему усмотрению. В какой-то момент было заблокировано 0,5% от всего объема адресов. Немного ранее уже были рассмотрены способы обхода блокировок, к сожалению, ни одна из крупных компаний Рунета, пишет он в кавычках, не высказалась по этому поводу. И он говорит, что типа это, такое событие происходит в стране, типа блокируется куча IP-адресов и типа все молчат. Почему? Что за хрень? Например, браузер компании Яндекс, который использует технологии Google, кстати говоря, для поиска, он, например, вряд ли сможет отказаться от них или полностью перестать код браузера, чтобы не зависеть от нескольких IP-адресов Google. У тебя картинки показываются в статье или нет? Да, показываются. У тебя нет? У меня, видимо, hubrostorage.org, на котором они лежат, забанен, потому что не показываются вообще. У меня Роскомнадзор, прям вот блокировка в тишине, как она есть. Я сейчас попробую для Wi-Fi кипроксию включить полную или наоборот отключить. Я не помню, в каком она у меня сейчас стадии здесь. Опять же, в прямом эфире. Мне это друг рассказал, я сам не умею, ничего не знаю. Он не просил, какую кнопку жать, и все. А я просто продолжу. Наоборот, включена проксия, сейчас я ее выключу, может быть, нормально будет. Ну вот, да. Например, пацаны из Авито используют вебпак. А вебпак, между прочим, он, короче, лежит тоже, короче, на заблокированном дерьме. И как бы, как жить? Чего делать? Крупные компании с большим штатом квалифицированных специалистов молчат о некомпетентной блокировке. За последнее время видны только комментарии небольших компаний и отдельных лиц, которые непосредственно пострадали от блокировки. Для больших компаний стоимость потерь от комментирования действия регулятора может быть слишком велика, так как это уже затрагивает не технологические, а политические аспекты. Они боятся. Боятся. Да. Подобные блокировки нарушают работоспособность компьютерного оборудования. Ну, туда немного про то, что реально, короче, даже компуктеры ломаются прямо. Представляешь, у тебя компуктер сломается из-за того, что заблокировали сайт. Слушай, охотно представляю. Мне кажется, он живым не сломался из-за этого. Выпуск аналогичного продукта день в день блокировки конкурента. Мессенджер там-там некрасиво, как кажется автору статьи, поступил, потому что они прямо вот пропиарились на том, что типа, а нас вот не заблокируют. Ну, на самом деле, говорить о каких-то некрасивостях в пиаре, это вообще анекдот. Это все равно, что во время секса говорит, слушай, ну тут нагота. Как-то вот непристойно, что ли. Непристойно абсолютно тыкаться вот этим всем. Вот да. Эти компании имеют голос, которого, к сожалению, лишены рядовые пользователи. И он здесь намекает на то, что почему бы там каким-нибудь огромным большим компаниям не заявить о том, что нихрена себе, что происходит, все блокируют, а мы молчим. Между прочим, ВК, которые, кстати говоря, могли бы поддержать ну как бы своего бывшего диребосика, то есть дурова, они сделали, максимум, что они сделали, это стикеры. И то это так очень тихо-тихо. Ну просто, понимаешь, как мы выяснили же, Усманыч же по идее друг дурича. Ну не друг, ладно, громко. В смысле, они хорошие приятели вроде как с дуричем. И по идее он мог там что-нибудь забабахать такое, но ничего не забабахал. Усманыч, друг, это, знаешь, звучит как в какой-нибудь игре или фильме какой-нибудь тупорылый этот НПЦ. Так, ты поаккуратнее. Ну я абсолютно не, он-то крутой, он гений, он развивает интернет. Я про то, что... Ты про тупорил НПЦ. Да, который говорит, типа, друг ломать, там, или что-нибудь, вот такое, про големов каких-нибудь из Ведьмака. Вот тут... Ну и он говорит, Усманыч друг. Вот да, по крайней мере, ты, не, он крутой. Это ты сказал, будто бы он так говорил. Да, да, ПТППП. Короче, факт остается фактом. Все негодуют, но большие компании, которые, в принципе, имеют ресурс, чтобы много об этом говорить, сильно хайпить эту тему, и говорить, что как же плохо жить в заблокированном интернете, ничего не делают. Да, потому что, в принципе, говно на виллы поднять, это прям вот благодатное бы сейчас вот... Они могли бы, кстати, да, они могли бы, да, но не поднимается говно на виллы, потому что, видимо, действительно, IPv4 все еще есть, который еще можно заблокировать, если ты понимаешь, о чем. Поэтому можно заблокировать и других ребят. Подожди, а здесь есть новость о том, что потихо во всех этих крупных компаниях уже VPN-ки закупаются, так сказать, и... Ну, нет, про это ни слова, кстати говоря. Вот я просто слышал, что уже все эти крупные компании, у которых, так сказать, работа может пострадать, они уже чуть ли не госконтракты разместили на закупках о том, что им нужны VPN-ки, которые нормально выдержат там такой-то, такой-то объем, так сказать, данных, информации, там, в день, в час и так далее. Ты имеешь в виду, сейчас можно было бы на этом заработать? Ну, кто-то, да, на этом даже и заработает, поэтому... Кому война ты имеешь в виду, а кому VPN-ка? Родна. Родна. Да. Окей. Ну, ладно, все, сегодня поговорили, в принципе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, как говорится, но у нас еще обойка. Слушай, так смешно, это как вот наши бати, они там сильно не разбираются, там, гамбургер, бигмак, они просто говорят, бутерброд, да? Вот ты даже говоришь, не знаешь, чтобы мы подкаст записали, ну так, ну сегодня поговорили мы, да, уже там 163 раз поговорили. А я же, я не знаю, что мы что-то записываем, ты просто мне говоришь говорить, я говорю. Да, мы просто созваниваемся раз в неделю, и все, я тебе каждый раз, как тёлки, да я не записываю, ничего-то нормального, просто поговорим. Да все нормально, ничего не будет. Вот, да, 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 никуда это не пойдет, потом что-то. не понимаю, все нормально. Да, вот я вот таким голосом, ты не... Я никому не покажу ничего. Ничего не выложу. И каждый 164 раз уже никуда не выкладываю. Когда уже ты выложишь, наконец-то, блядь, я уже хочу. Да, лучше бы уже выложить, да и все, не морочил голову. Ладно, все. Обойка. Я просто... Обойка. Ну тут обойка. Вижу два коня, значит, на обойке. Но наш подкаст, я всегда, я буду, я всегда делаю так, чтобы никто сразу не понял. Наш подкаст, это вот видишь, идут горы, да, есть вот одна такая классная, которая треугольная такая, и вы смотрите. Вот это посередине, вот это наш подкаст. А мы поскачем галопом туда или нет? Мы туда сейчас поскачем, будем травку кушать, жевать. То есть это до, событие до. Событие до. Кстати, обратили... Или мы уже прискакали, мы уже посрали там. В уши, как всегда. Да. Вообще, я что хотел сказать, лошади, они же могут спать стоя, насколько я помню, или это коровы спят стоя? Вот не берусь тебе сейчас сказать, но допустим. Просто вот мы, мы умеем спать, сидя уже на этом подкасте. Мы умеем спать, записывая подкаст, обсуждая темки. Вот, да, вот поэтому мы, да, мы как эти жеребцы, а наши подписчики, ну вот их тут не видно, но они обычно с красными рюкзаками. Жеребец вообще как-то нормальный? Слушай, я себя пока ощущаю, да, жеребцом. Так вот, наши подписчики, они с красными рюкзаками и с палками по этим хребтам ходят, нас ищут. Еще с розовыми билетами, как бабка на той фотке. Это тоже наша подписчица. Патреоновская, возможно. Кстати, да, она, возможно, сто долларовый патрон. Возможно, Тимур, это она. Гениально вообще. Ладно, в общем, подписывайтесь на нас в соцсетях. В телеге мы по-прежнему работаем. Вообще, мы везде будем работать. Вот даже Мэдисон, да, сейчас стримит через VPN-ку. Ты имеешь в виду, мы везде работаем? Туда и туда? Мы, да, мы знаем правила. Раз уж мы работаем, то работаем везде. Так вот, будем, если потребуется, через VPN-ку на YouTube это все лить. Поэтому никаких перебоев не будет с подкастами, с тугой струей контента, который мы направляем на вас. Все будет хорошо. Поэтому подписывайтесь везде, где хотите. Следите, так сказать, за новостями. Но вообще вся движуха в Телеграме сейчас. Я, знаешь, я опять же сейчас говорю, как бывалый чувак, к нему молодой какой-нибудь практикант пришел, а как деньги заработать? Я говорю, ну вся движуха сейчас в Телеграме, понимаешь, Билли. Просто вот. Сейчас уже никто, кэш, все на кредит-карт. Да, да, уже сейчас все в Телеграме, понимаешь, сейчас уже такие времена, другие, уже вот кто не в Телеграме, этот не правит миром. Вот мы правим миром, поэтому вы следите за нашими Телеграмами, на в дворе раньше говорили там, что-нибудь там, мы там правим миром, а кто-нибудь там с сортиром. Вот я хочу сказать, что мы правим миром, а Лобблок с сортиром. Это круто. Это слова не мальчика, но мужа, я бы даже сказал. В общем, да, на своей тюзе реально пишут до сих пор отзывы, новые люди ставят звездочки, у нас там уже звездочек 160, уже скоро к Вилсе приблизимся по количеству звездочек, а вот по количеству денег все никак не приближаемся. Ну, видимо, видимо в процессе, так сказать, в проекте. Ну, ладно, увидимся через неделю, с вами был Тормознутый и Картавы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok